Друзья, всем доброе утро! Сегодня монтировала видео вчерашнего похода в гости к Кате. Простите меня за некоторые накладки со звуком. Я на монтаже. Старалась всё исправить, всё поправить. Первый раз снимала. Если где-то что-то не совсем удачно снято, простите меня. Я первый раз это делала. И хочу напомнить вам, что мы идём в гости. Поэтому прошу всех корректно, если будете писать комментарии, быть максимально вежливыми, потому что мы в гостях, и это чужой дом. Поэтому всех прошу уважительно к этому относиться. И буду рада всем, кто захочет, чтобы я пришла к ним в гости. Напоминаю, я живу в городе Калининград, в Калининградской области. Так что пишите в комментариях, присоединяйтесь к телеграм-каналу. Всем приятного просмотра! Готовы? Давай! Друзья, меня сегодня в гости пригласила к себе Катя. И мы будем смотреть её прекрасные растения. Будем сейчас разглядывать. У неё столько сокровищ. Я уже прошлась по квартире. Я уже посмотрела её прекрасные растения. Будем снимать. Походу, Катя будет рассказывать про свои растения. Ты же будешь рассказывать? Да. Будет рассказывать. У Кати здесь уже прямо в коридоре прекрасные орхидеи. Давай рассказывай про витрину и про орхидеи нам. Орхидея на передержке. Она недавно появилась в доме. У меня недавняя витрина появилась. Я планирую сюда ставить тех, кто в карантине. Кто приходит в дом, первые две недели будет стоять здесь. Орхидея здесь вообще третью неделю. Но в целом пока сезон не начался, но муха растения не появляется. Пусть стоит. Ей вроде всё нравится. Подожди. Мне её дарили на день рождения. Там D12 было написано. Что это значит? Я не знаю. Я тоже не знаю. Кто хочет, тот погуглит. Слушай, очень красивая вообще. Это не дикий кот? Я, к сожалению, в орхидеях совершенно не разбираюсь. У меня все образцы экспериментальные. У меня вот есть вот этот. И есть ещё первая минька. Но она там стоит. Мы ещё на неё посмотрим. Она тоже сейчас цветёт. Так что нам везде повезло. Слушай, а вот там давай, насколько там я вижу? О, это тилансии. Это, кстати, одни из моих первых растений. Это обычные красотчики. Красотчики. Опять же, ничего не знаю. Это мне подарила подружка, которая занимается растениями больше 10 лет. А у меня когда накрыла, вот она такая. На, держи. А я такая, а что это такое? А почему? А это нужно сажать? Нет, это не нужно сажать. Это пусть стоит. Это отлично, но стоит. А вот эту я уже, точнее не я, мне эту тоже подарили. Купили в ТДшке в нашей любимой. Она цвела. Вот здесь видно остаток цветоноса. О, слушай, и после этого не пришла. Вот, и она вот дала детку. Видишь, прям по центру вот этого. Вот, деточка. Слушай, а говорят, что тилансии после цветения умирают. Вот, не умирают. Ну, в большинстве своем нет. Они просто высыхают. А детки на них же прямо и растут. Она ко мне пришла с двумя корнями. Нарастила третий. Это значит, что условия ухода по свету и влажности ей достаточно. Тут примерно та же история. Здесь были с одной стороны корешки. Она, видимо, цеплялась где-то вот, где росла. Ну, и она постепенно еще сбрасывает листья. То есть тут видно, что... А, стволик я вижу, да. Вот, но она все равно как бы не отмирает. Должна быть в перспективе таким большим пучком. Мне кажется, это будет здорово, если она разрастется и будет большая. Вообще класс. Ну, в целом, да. Дай бог. А там кто? А там детский сад суккулентов. Я вообще начинала с всех подряд. Я воровала по подъездам. Ну, во всех, кто, мне кажется, увлекается растениями, поначалу собирает так. То есть не только человек признавался в таком. Не, ну а что, все равно же те люди, в подъездах которых я была, не узнают об этом. Ну да. Вот, и что вот собирала, да, то втыкала. Точнее как, они у меня сначала были рассажены, вот. А вот это вот деточку дала. Это я вообще отрезала кусок листа с ансиверии в подъезде. Единственное, он будет зеленым, они вот таким вот полосатым. Ну, у меня такая уже есть. Я уже взяла взрослую, а это так, эксперимент. А там, я смотрю, еще. Вот это не трогай пальцами, если что. А, я знаю, я знаю. Ну, это алоэ вера там. А вот это, что там у тебя там, это подсажен листик? А вот это, это подсажен листик вот этого. Это эчверия, эхверия. Вот, это хавортия. Вот это опунция. Я ее купила в ботаническом саду. А, серьезно? Да, да. Меня повели на свидание в ботанический сад. И мы не смогли оттуда уйти без подарочков. Обалдеть, Саша. Она же большущая вырастет. А, она не вырастет большущая, если ты будешь постоянно ее прищипывать. Вот в этих междоузлях, да, их обламываешь, втыкаешь рядом. У меня само материнское растение, оно уже как бы куда-то уехало, по-моему, на свопе. А, это получается детское? Это то, что наросло вот за год, получается, да. Ага, понятно, понятно. Ну вот. Ага. Так, мы переместились тут в комнату. Тут целое сокровище. Я вам сейчас сниму общий план. Не знаю, слышно там, не слышно, но общим планом показываю. Тут прям целое сокровище. Давай нам рассказывай с самого верха. Я вижу там вот это сокровище какое. Там же Эхмея. Это же правильно. Правильно, Эхмея. Я попробую ее снять. Давай, дорогая. Давай. Наверное, нужно как-то... Давай. Слушай, какая жирная. Ну, на самом деле, мне с ней повезло. Она мне такая и досталась. Я до сих пор не представляю вообще совершенно, что с ней делать. Я очень хорошо представляю, что делать с Телансиями. Они, по идее, родственники. Вот. Но так как она в земле, с ней такого ухода не получится. А давно у тебя? Она, ну, где-то с июня месяца. По идее, она тоже очень любит цвет. У меня там света вообще как бы не очень. Поэтому она как бы стоит. Но вот этот лист, она вырастила вообще в этот период. А, это домашняя уже, да? Да. Ну, в принципе, она не магазинная изначально. Она досталась мне от родственницы, у которой она росла таким кустом. Видимо, там тоже процвели, задетелись. Она меня разделила. А, слушай, не цвела еще, да? Нет. Ну, они-то бывают тоже, и они цветут. Она прикольная же, да, вот этими листьями. Да, такие листья. Я всегда думала, я их никогда не трогала. Я думала, что у них листья должны быть такие толстые, жирные, как из кактусов. Ну, потрогай. А я сейчас трогаю. А я сейчас трогаю, и она вообще тоненькая, как бумага. Ну, вот тут прям точно будет. Вот здесь вот прям видно, какая она на самом деле. Да, я ошибалась. Я вообще не люблю бромельевую, но как-то вот она неплохо выглядит. Она не выглядела лучше, пока не появились вот эти вот листы. Вот, она чуть-чуть подсушивать начала. Я пока не поняла, что. На самом деле она у меня в обычной жизни стоит уже на окне, пока его никто не занял. Вот, там вообще это место не вакантное, там кто успел, тот переставился. И думаю, что эту проблему мы как-нибудь решим. Вот, если кто-нибудь знает, от чего она сушит листья, хотя я ее там поливаю, грубо говоря, раз в две недели. Тут у меня влажность, ну, вот сейчас вот 42-45. Если тут вообще-то у меня увлажнитель. Вот. Она вроде и не залита, но вроде как и не крепко стоит. То есть корневой она особенно не нарастила. И вот сушится по чуть-чуть. Но не умирает вообще. Вот. Давай я ее обратно поставлю. Там пристали? Я, правда, была не в адеквате. У меня тогда первая волна была интересом. Тоже одной из первых. Вот. И что самое приятное, у него дети. Ай, правда, детки, детки, да. Причем он буквально полтора месяца. То есть она сидела, сидела, вообще ничего с ним не делала. Причем она стоит практически во тьме. И они все равно тоже, видишь, полосатенькие. Хорошенькие-то какие. И я еще повыдирала здесь палки три или четыре. Ну, как палки. На самом деле это лист северии цилиндрики, который был срезан цветоводом для того, чтобы кустом вот так посадить. На самом деле они вот как тилансии, можно сказать, идут такой пирамидкой обычно. Ну, и это тоже так будет расти потом. То есть вот отсюда пойдет первый, второй, вот так вот они будут. Ну, и, в общем-то, у всех, кому я ее отдала, и цветоводы, и у тех, у кого опыта не было, у всех появились дети. Так что можно смело брать как растение для новичков. Главное тоже не перелить. Вообще желательно просто не трогать. Ну, и пересадить. Когда я ее покупала, она сидела вообще в чистом торфе. Он, естественно, жутко мокнущий. И у нее было пару отмокших штук вот этих листьев. Я их просто порезала, подсушила там пару дней. И вот воткнула они также сейчас с детьми у подружки. Прикольно. Теланция бомбезная вообще. Наш любимый магазин. Торговый дом строителей. Это купила? Да, я купила в строителе где-то, по-моему, в октябре. Вот. Причем всего за 800 рублей. Прикольно. Так что всем рекомендую этот магазин. Она сохнет. Вот это вот другая беда. Она, по идее, была изначально отсюда сухая. Но это нормально. Здесь старые листья, получается. Она постепенно вот эту свою бороду наращивает. Вообще, кстати, называется Теланция. Усе не видно. Испанская борода. О, как. Шикарное название. В ней все нормально. Ее вообще еще можно распутать, чтобы она на несколько ветвей шла и размножить. Но я пока лениво. Она вот продавалась, получается, вот на этом крюке. Я уже размножила. А, да? Да. Поделись, как ты это делала. Ты вообще прям, ну, можно сказать, зришь корень. Я сейчас вообще поделюсь. Спиктус какой-то, да. Не, ну тут несколько, как бы уже его где-то тут... А, вот один? Вот еще один, да. Вот это вот домашний лист уже. Как бы здесь все в порядке. А это фил. Да, вот здесь вот прям сидит кустом. Гетаровидный филодендрон. Сейчас могу показать его взрослую версию. А, давай, давай. Это, кстати, тоже подъездное воровство будет, когда вырастет. Ага, ой, какие листья крупные. Ага, череночки. Слушай, уже ростики есть. Да, 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 уже все здорово. В общем, все филы, как и эпипремномы, они с возрастом становятся больше. И чем выше им удается забраться, тем больше лист. И я, короче, в надежде, что я сейчас вот это вот все наращу, оно будет свисать, а фил вверх, короче, будет идти. Ага, это вот план. Я поняла, чтобы было и вверх, и вниз. Ну, конечно, да. Ну, обычно просто я захожу вот, не знаю, в кафе, в рестораны. Вот они висят вот так этим ковром классным, но зато в сам горшок смотришь, он лысый. Да. Вот. Я знаю, у нас здесь на районе ресторан, это напротив экватора, напротив рынка Сельма, Донченко, по-моему, или Пеперанчино. Пеперанчино, да. Да, Пеперанчино. Там двухэтажный ресторан, там со второго этажа, они прямо вдоль стеклянных окон идут. В общем, всем советую сходить. Можно даже бесплатно что-нибудь черенкануть. Официант скажет, я ничего не видел. Справедливости ради основной набор черенков мне подарила знакомая, причем вот так же через телеграмм получается. Но один оттуда я на всякий случай взяла. Ну, я считаю, это как ты в путешествие приехал, магнитик взял. Я где могу, там магнитик беру. Здесь обычная Санси. Она у меня приехала со СВОПа, все у нее в порядке. А, это с того самого СВОПа? Нет, не с того. С того? Это я в декабре, или в конце ноября, получается, я ходила на СВОП в магазин «Зеленый дом». Сейчас рекламу будем делать. Там крутой СВОП, кстати, прям, ну, очень приятно. Очень небольшое пространство, но вмещает в целом всех желающих. На СВОПе в «Зеленом доме» я не была. Я тогда заболела. Ну, может быть, скажу. Они еще раскручиваются. Я поигралась с суккулентами, скажем так, на старте своего увлечения. Вот, все, что осталось у меня из них, осталось вот в том горшке, который мы первый снимали. Я, ну, то, что их не понимаю, я как бы поняла, но мне неинтересно. Ага. Мне больше... Слишком просто, да? Да нет, не просто. Я, наоборот, кстати, любитель, залюбить растения. Мне нужно постоянно поливать, протирать, как бы, а их не трогаешь, там, как бы, и все. Мне неинтересно с ними. А, понятно. Ну, и в целом, мне нравятся растения, ну, скажем так, которые из маленьких могут стать масштабными, но не за много-много лет. Я там видела, не знаю, там эти, как алоэ там, которые вот такие вот жирные, там, мощнючие. Как там, не знаю, у Шуры Стоуна. Видела алоэ? Видела. Вот, он просто космический. Я не знаю, сколько нужно вообще энергии. У тебя вон огромный платьик, с противилом предвещает быть большущим. Ну, это да. Я думаю, что это те растения, которые будут огромны. Мне нравится, короче, то, что быстро растет, но чтобы оно еще и росло из маленькой какой-нибудь штучечки. Вот. В плане платьика, ну, тут повезло, честно. Просто человек, который мне дарил его, у него есть тяга к гигантизму. Вот это тот самый человек, который придет в магазин и купит самую большую пальму, а не маленькую на вырост. Про то, причем, потом не будет знать, где кто едет. Но мы когда с ним вместе, там, авито, не знаю, листаем, то, значит, чем больше, тем больше восторгов. Понятно. Поэтому мне приходится, да, постоянно просить, там, если ты хочешь мне что-то подарить, давай поменьше. Но он скоро станет большим, я тебе обещаю. Это, видимо, такой самый крупный тебе экземпляр, да, на сегодняшний день? Ну да. Он прям огромный. Ну, я так понимаю, мы плавно к нему переместились, давай продемонстрирую. Вообще шикарен, просто шикарен. Это прям, это бомба. На самом деле, ему бы горшок поменьше, раза в четыре. А почему поменьше? Потому что, когда я его покупала, я не знала, что ему нужно, поэтому посадила, как посадилась. Вот. Мне казалось, что раз у него большая листовая масса, значит, ему нужно, как бы, много. На самом деле, пришел он ко мне вот в таком размере, я не знаю, как это называется, там, десятка, пятнадцать. У него все это место занимала корневая, то есть, тут просто воткнут и облеплен в холм с корой. Вот, тут прям видно. Это кора для орхидей, вот такая, с кубиками, кусочечками. Очень крутая, кстати, кора в центре на держинке мукила. У тебя в планах не пересадить? Ты хочешь меньше или все-таки показывать? Пока я его пересаживала сюда, я от него один кусок отвалила. Он здесь растет. Просто в масштабе его не видно. Ага, понятно. Вот. На самом деле, я не очень хочу его трогать. Я вот покажу вот отсюда. Можешь подойти с камерой. Тут история в том, что... Ну ладно, давайте попробуем. Мы здесь седаем. Нормально, нормально все видно, хорошо. У него вот эта вот вайка, которая стерильная, которая пластом идет, она совсем без корней. И я где-то, ну, в ноябре, наверное, я переваливала. И я до сих пор не уверена, что там корни есть, потому что если я сделаю вот так, он перевернется. Вот. И самой большой проблемой было его закрепить. То есть многие же пришивают на блок. Блок у меня тогда был невозможен, потому что не было увлажнителя. Та же самая вот, кстати, Катя, которая Катя Спотевкид, она сказала, что многие пробуют на блоке, но без увлажнителя, типа, не вариант. Я такая над ним вся порхаю, значит, берегу его, но тогда, конечно, дорогой, мы тебя насиловать не будем. Вот. Ну и, в общем, он как-то так прижился, и вот тут пошло, ну, врывая. А, ну, слушай, ну, уже растет. Да. Если растет, значит, все хорошо. Единственное, вот эти вот деревяшки, они плеснеют. Ну, я просто подливаю перекиси водорода туда, вот, периодически. Поэтому вроде ему норм, я не знаю. Патефилум Даймонд Вариегатор. Так. Ага. Слушай, как он у тебя хорошенький. Ой, это я просто все сухие кончики подрезала, потому что готовилась. Такие листики беленькие, светленькие. А мне кажется, знаешь, здесь как с монстерами, типа Альбы. И вообще со всеми варегатами, ну, тем же Сингом, как вот у тебя, как он называется? White, Imperial White. Imperial White, да, вот очень крутой. Есть какие-то, наверное, у него ветки, которые больше белого дают, а есть, которые больше пестрого. А это у тебя кто? Даймонд. Даймонд Варегата. Я его покупала под таким названием, девочки из Московского проспекта. Вот, возможно. Но произошла какая-то путаница. Я смотрела, что есть и домино, и дженними. И фиг его знает, чем они друг от друга отличаются. Ты знаешь, они отличаются, как я поняла, жатостью. Вот у тебя прям сильно жатый. Ну да. И у тебя намного больше варегатности, чем у моего. Хотя я свой покупала тоже как даймонд. Ну вот смотри, тут видишь, тут две розетки. Вот поменьше, вот побольше. И вот та, которая побольше, из неё, вот этот самый белый лист, который у неё есть. Очень красивый. Вот. В основном все листья примерно вот такие. То есть они не очень-то белые. А вот из этой розетки, наоборот, все беляши растут. Да, прям вообще беленькие, действительно. И мне кажется, что она просто менее жить не способна. А ну почему? Ну... Вполне себе вроде бы есть зелёный. Ну, будем смотреть, в общем, потому что, видишь, здесь чуть-чуть есть. Лист очень красивый, на самом деле. В общем, это будет явно что-то подороже, если оно вырастет. Так. Вот. Но он пока пусть растёт. Вот. У меня тут ещё одна вот маленькая, видишь, началась. Ага. Ну, он очень-очень медленный. Да, у меня тоже. Подтверждаю, у меня тоже. У меня вот эти уже две розетки, они вот были, я их приобретала где-то в дне или юле. Вот. До сих пор он дал, ну, листьев 4-5, наверное. Но я сейчас не сильно его подгоняю. Слушай, я купала ему такой крошечкой. У меня ему почти год, не на многим больше, я тебе уверяю. Угу. Отсвёл? Нет, нет, этот ещё не цвёл. А вот его старший брат вполне. Там вообще... Он у меня даже два раза процвёл, я довольна. Он был рождён вот из такого, получается, кустика. Маленького. Ой, вообще классно. А что за сорт, ты знаешь? В прошлом... Нет, не марте. Да, марте, получается, да. Мне февраль-марте его подарили, причём сказали, нужно разделить. Ага. Я ещё зачем-то делила. Вот. Сорт мясная. Это с потифилом маминой подруги. Очень крупные листья, просто огромные прям. Ну, я заметила, что это зависит от цвета, опять же. Ты можешь обратить внимание, что вот эти вот... Вот этот лопух, вот этот лопух, они не то, что не свежие. Вот. У них вот здесь, вот видишь, они же тоже растут там из центра. Ещё вон сколько наросло уже. Эти листья появились в начале, середине, конце августа. Когда он набрал прям света, значит, солнца, он стоял у меня на подоконнике. Вот. А дальше пошли вот максимум вот такие. То есть, сравни, вот этот и этот размер, они меньше. Ну, почти в половину, кстати. Да. Ну, это ощутимо, если у тебя, опять же, любовь к гигантизму. Вот. У меня такой любви нет. Мне в целом классно, что он пуст. Вот. Ну, красиво. Я заразила нескольких даже друзей, любовь к спатифилмам. Вот, казалось бы, у всех есть, а казалось, не у всех. Ну... Я даже специально на слопе брала у кого-то с спатифилм, чтобы подарить подружке. Слушай, ну, вообще он крутой. Очень крупные листья, очень красивые. Вот не такой вот, как у меня. У меня вот совсем обычный, а вот у тебя нет. Ну, если у меня будет настроение уделить, я тебе подарю кусочек. Я боюсь, меня выселит он из дома. Ну, тогда не подарю, ты сама решай. Окей, я подумаю над этим. Это прям вообще заманчиво. На самом деле, у спатика здесь ещё прям рядом будущее. Он стоит на супергоршке, который дальше станет ему домом. Многие спрашивают, какой нужно горшок подбирать для растения. Посмотрите по диаметру вот этот и вот этот. Он реально вот на один палец шире. Этого будет достаточно на весь год. Да, слушай, огромные листья, да, вот большой куст. Иначе он ниже цветёт, да. Да, и маленький горшок на самом деле, да. Вот, и так у него уже есть задел на будущее, и поэтому на той неделе я его пересажу. Класс, классный вообще прям. Я прям в восторге от него. Очень крутой горшок. А где ты такой взяла? Это пластик? Да, это пластик. А, слушай, не выглядит как пластик. Ну, там взвечнут на руку получается. А где ты взяла? Ну, как бы скажи. Давай, он весь. Такой, ну, нелёгкий. Да, вот в этом ультракол, это очень плотный. И такой очень стильненький прям. Ой, вообще, ну, это просто прелесть. Ну, как это можно не любить? Очень крутое. Как это можно не любить? Мне это всё нравится, всё красиво. А, вот, он вот так стоял. Мне кажется, это просто, ну, хороший, здоровый бабушкин с патифилом. Бабушкин? Ну, типа, знаешь, который, это уже с генетикой, который проверен Советским Союзом. Потому что вместе с ним ко мне прилетела стапелия, молоча, и вот этот вот супернабор. А, понятно, набор. Да. Понятно. То есть вот этот вот суперклассический набор, скажем так, как это сказать, выбор новичка. Да, выбор любого подоконника. Ну, да, да, их очень много. Хотя, кстати, вот у нас в чате, в нашем зелёном вот этом, там есть девчонки, которые прям ищут. Я ищу стапелию. Я, ты, зачем это тебе? Ну, камон. Ладно. Ещё не понимаешь. Да, нет, на самом деле, как бы, все цветы, они прекрасны. Вот, и главное, чтобы они кому-то нравились. Ну, просто в этом случае это кто-то, не я. Не, ну, не я. Не, я тоже прошла вот через этот этап, когда мы собираем всё, значит, нам нужно, чтобы всё попробовать. Причём у меня прям вот была вот эта вот жажда исследования. Мне хотелось понять, соответственно, подружиться и понимать, что я могу этим повелевать. Если у меня что-то не получалось, я очень много читала, очень много залазила по ютубу, я посмотрела весь интернет, как говорится. Ну, как бы это смешно не звучало, я прям, я забила на все свои остальные фобии в этот момент. Вот. И надо сказать, что всё практически сразу стало получаться. Главное, перед тем, как пересаживать цветок, часов пять посмотреть про то, как это делают другие. Вот тогда ты будешь ко всему знаком. Ну, правда, вот у меня появляется там один-два цветка, я, допустим, откуда-то их принесла, понимаю, что их нужно пересадить, и я реально вечер прям трачу на то, чтобы подготовиться. Смотрю по всем их кидам, соответственно, но понимаю конкретно, что у меня. Это сейчас я там, а, я не знаю, что это, кто это. Тогда прям мне нужно было понимать, что делать. Ты проводишь над растениями своими? Какого рода? Ну, например, типа, обрежу-ка я всё под ноль, а вдруг вырастет. Нет, я в этом плане очень жадная. Я обрежу только то, что вырастет быстро. Понятно. Вот, и только то, что можно размножить ради того, чтобы получить опыт размножения и потом других учить этому. Вот, и для того, чтобы сходить вот на тот же самый своп, чтобы всегда было что поменять, что предложить, потому что это же так приятно. Приходит к тебе человек, даже у которого нет растений, а ты ему бац, смотри, какая цветастая штучка. Она тебе нужна. Нет, на самом деле, прекрасно. Я очень уважаю простые растения. Я обратила внимание, что у тебя тут, да, колиусы, ну ничего себе. Мне кажется, много кто их растит дома. Ну, слушай, вообще, в последнее время я слышу часто о колиусах, что говорят, фу, что это растения улицы, бабки на дровах, что это за крапива. Ну, нужно обратить внимание, как оно ярко вообще со всем остальным выглядит в композиции. Мне кажется, колиус по отдельности, он не приколен, если он вытягивается, если света недостаточно. Поэтому вот его постоянно резать прям надо. Да, у меня тоже, у меня есть, я режу. А у тебя там разные сорта в стаканчике, да? Да, у меня два сорта колиуса. Ну, вот тут, наверное, лучше видно. Блин, ну, уже к другому стеллажу перешли. Планировали по-другому. Ладно, не страшно, да. Вот, у меня вот с такими вот листиками, с розовинкой есть чисто вот красно-зелёный. Но они очень миленькие такие, приятненькие. Вот, видите, кстати, да, вот это вот, тот, которому света не хватает. Вот разница в растении. Так что при должном уходе любое растение будет красивым. Главное, это не стесняться за ним ухаживать. Ой, мне тут оказывается, это потом был, ну ладно. Ну и не жалко. Конечно. Селлаж был куплен для этого. Так, пеппером я прострату вижу. Подожди. А, у нас там ещё точно. У нас же блон. Во-первых, у нас тут есть, да, декор. Вот, горшки мы его обсудили. Я хочу обратить внимание вот на этого, красавчика. Красавчик. Ну, возможно, он не очень красавчик. На самом деле он был. Давай попробуем. Ой, какой. Так, сейчас. Хлофт. А, у тебя там ещё что-то подсаженное, я вижу. Да, да, да. Тут тот же стендаксус пиксус. Мне подарили просто миллион череночков, и они теперь везде воткнуты, как пасхалка. Слушай, а ты его уже резала, да? Да, домашние листья. А? Ты его уже резала? Да. Дело в том, что раньше он у меня висел вот на этом прекрасном подвесе. Ну, правда, прекрасный. Мне очень нравится толщина веревки. Это мой первый подвес, который я сама сделала. А, ты сама сделала? Да. Да что ты в этом... Вот, открываешь, я на YouTube пишу эти слова. Да, 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 да. Через полчаса у вас пять подвес. Он висел на этом подвесе, и он прям запутался вот в этих веревках. У него же отсюда здесь воздушные корешочки. И мне его невозможно было ни пересадить, ни нормально полить. У него уже корни полезли отсюда. У него корневая небольшая, но там и горшочек был гораздо меньше. А он разросся так, что он у меня был, скажу, он вот так свисал, и вот так все это заплел еще был шар. Ну и, в общем-то, по итогу, да, пришлось его обрезать вместе с веревками. А, да ты что? Но он не умер, он будет жить. Прошу прощения, господа. И вы. Что там такое? У нас тут кошец. Ага, ой, красота какая. Вот его красавчики-дедки. Это его дети все. Ну, это его повенья, которые будут его детьми. Если вы обратите внимание, на них уже, на всех есть воздушные корешки. Ну, когда мы поближе посмотрим. Ваня, встану. Вот это воздушный корешок. Так, сейчас фокус. Вот, видишь? А, да, правда. Вот это все воздушные корешки. А, нифига себе, оно выглядит как будто, да, как будто ваты кусочек какой-то налеплен. Вот воздушный корешочек. В общем, все в очередь. Хорошо черенкуется вообще? Да, слушай, отрезала вот так вот в тепличку и как бы и все. Ну, я рекомендую, опять же, элегантные решения. Кто-то это ставит в ведро из-под шашлыка. Вот, я приехала в Леруа, купила за 600 рублей клош Родерик. Да, кстати, вот моя рекомендация. Нам надо посмотреть на клош. Клош очень полезная в хозяйстве штука с точки зрения визуальной и с точки зрения того, что в него очень много чего помещается. По сути, он там продается как для печенек и стоит рядом с вазами. Для печенек? Ну, на Вайтбересе эта штука, причем для такого роста, стоит 3,5 тысячи рублей. Серьезно? Серьезно, они супер дорогие. И когда я увидела в Леруа на сайте эту штуку, причем она в самом магазине стоит всегда в одиночестве. То есть, там, я уже, ты уже второй, который я беру, первый разбила. Ой, какая досада. Ну, ничего страшного. Дорогой купила, который я купила? Нет, я как раз разбила тоже за 600 рублей. Я сразу встала и поехала. Ну, вообще, там еще доставка есть. Вот тогда мне хотелось погулять. Короче, всем советую, да. Нам нужно брать, пока есть, в течение полугода их встречают. Класс. Самый дешевый новенький. Ну, вот он вообще является, на самом деле, одним из моих тоже первых и любимых растений. Он шикарен в своей вот этой шапошности. Прям, можешь потом погуглить, пумила на круглой опоре или на шаре. Вот, очень круто выглядит. И он из Умиранцев, из БУ-центра. Он у меня был вот в таком горшке. Слышь, ему здорово, да. Вот, да. Маленьким кустюшкой на вот этом стеллаже уже распродажном. За сколько купила? За 160 рублей, по-моему. Ну, 120 там, что-то в этом духе. Я тоже покупаю. Да, да. Это очень крутая тема. Особенно, если ты бесстрашен. Вот, сейчас я уже как-то повнимательнее в плане различных вредителей. Но мне повезло, на нем никого не было. Я его просто пересадила в горшочек побольше, поставила на окно. Через два месяца он уже был такой. К лету он уже тут у него свисал весь. Ну, в общем-то, да. Опять же, мы сейчас просто подождем пару месяцев, и я тебе фотографию пишу, и он будет шикарным просто. Я вам в этом уверена. Он не может не выжить. Вот. Единственное, ну, нужен ему свет для того, чтобы были вот эти вот красивые вот беленькие вкрапления листочков. Потому что, если не будет света, будет вот так. О, нифига себе. Вообще зеленая. Вот, он уходит в зелень. И у меня есть прям отдельный куст, его товарищей. Вот. Я, наверное... Прям зеленые, слушай. А ты их не выстригаешь? Вот он. Ага, это полностью зеленый. Зачем? Если он в целом красив и так. Посмотри, какие у него здесь листочки, вот такие сердечки. И какие у него листочки, когда он бело-зеленый. Он совершенно разный, мне кажется, что просто в зависимости от сезона. Важно, чтобы он весь не уходил вот в этом. Потому что у меня там всего одна ветка ушла, она пусть висит. Вот. А здесь я посадила просто и тот, и другой. Они на самом деле просто разными черенками. Это не один в другой ушел. Какой жирненький прям вообще. Слушай, он, мне кажется, в подвесе будет классно смотреться тоже. Да, вообще очень классный. Так что вот ампельные растения, это не всегда различные там... Как его крестовники, вот это вот все. Можно вполне обойтись малокровью. Вот, причем он... У него тонкий листочек, он легенький, вот. И нет вот этой историка, я что-нибудь потрогала, но отвалилась. Не сыпется, да? Да. Мне, ну, не нравятся крестовники тем, что... Они такие хрупкие, вот. Я сначала, как все, хотела, значит, чтобы у меня был там садик саккулентов. Вот опять же, я просто это не охватила. Понятно. Вот, поэтому я ищу замену. А ампельные растения я люблю. Я тоже. Здесь у нас минька. Вот я обещала тебе показать. Это орхидея мини. Она вот такая вот такого размерчика. Прищепки канцелярской. Да. Не, ну а что? Кто-то там покупает специально эти клипсы, кто-то у детей ворует. У меня детей нет. У меня есть остатки с предыдущих офисных работ, которые, слава богу, закончились. Вот она цветет, у нее новый цветоносик. Мне подарила ее подружка и сказала, у меня не цветет. Вот она у меня уже цветет с апреля месяца второй раз. Я считаю, неплохо. Единственное, она на цвету была более желтой такой, но в целом цвет мне нравится. А вот еще цветоносик, да, там? Да. Это ее первый цветонос. Ну, на первых на нем растет деточка. А, и правда, если пошарим ее. Да, ничего страшного. Вот, возможно, тут, кстати, две деточки, я еще не поняла. Ну, в общем-то, пусть растет. Вот, и здесь тоже еще росла еще одна деточка. Она сейчас у меня уже отделена, она во мху. В общем, цветонос может давать детки. Могут детки отсюда идти, и вот тогда их обычно не рекомендуют отделять, чтобы они вместе росли. Вот, а так, пока цветонос не отмер, его резать смысла нет. Многие вот говорят, что, типа, вот только у вас орхидея отцвела, стригите ее, иначе она потом никогда не зацветет. Вот с ними, на мой взгляд, самое главное, это ничего не делать. Вот, просто ничего не делаешь. Нужно, чтобы изначально была хорошая посадка, ну, то есть, чтобы был мух, чтобы была кора и чтобы был уголек. Причем я уголек брала даже не из костра, а, знаешь, из этих пакетов, которые для пикника продаются. Много народу там говорит, мол, типа, этот уголь, он весь в пропитке, его нельзя для растений. Я вам кричу, как говорится. У меня во всех, во всех горшках, где есть дренаж, там вместе с керамзитом лежат кусочки этого угля, и все растет, ничего, никто не жалуется. Так что, если у вас растение на него отреагировало как-то нехорошо, это значит, что вы либо борщинули с углем, что вряд ли на самом деле. Либо оно изначально какое-то с иммунитетом, наверное, не самым хорошим, потому что, ну, бывают привередливые. Ну, либо это знак, что вам с ним не по пути, потому что оно будет ерепениться по поводу всего. У меня на самом деле возмущался только хлорохитум. Вот внезапно, да, у меня в свое время, ну, он рос, он и растет, и вот, ты видишь, много чего порезано. Он у меня после полива всегда сразу где-то вот так вот отсушивал чернин листьев. Вот. Ну, у меня есть друг агроном, вот, он наконец-то на него посмотрел буквально неделю-две назад, вот, и сказал, что это значит, что ему не хватает азота, вроде как, то есть, что растение отмирает не от корней, а от листьев, и нужно сменить ему грунт. И, чтобы вы думали, оказывается, опять же, в Боу-центре есть специальный грунт для хлорохитумов и герани. Он причем так и называется. Я офигела просто. Да, он существует. Я тебе потом покажу, у меня на балконе половина еще осталась. То есть, вот, кто-то настолько их любит, что для них специальную линейку грунтов выпускают. Ну, и, в общем-то, пожалуй... У тебя там много их, да? Да, у меня там, я их посадила сразу кустом где-то в 6 или 7 штук. Ну, и мне кажется, что это лучше, чем ты его одинокого лысого садишь. Да, у меня тоже всегда сажают вам много. Да, и он из этих розеточек, у него постоянно все новое. Единственное, вот, тут у меня лысовато, но я не думаю, что это страшно. Да, там в какую сторону свет идет, туда он и растет. Вот, ну и в целом он у меня здесь растет. Там шикарная джунгля получилась уже почти место-то на стене и нет. Да, да, он хорошо здесь еще подразрастется, потому что помельче, это вообще будет здорово. Да, я думаю, кстати, ну, может быть. Он почему-то вот этот вот большим роз, он раньше рос вверх. Он был на другом подвесе, он чуть-чуть пониже висел. И вот он прям вот до потолка всегда был. Вот, а сейчас я его пересадила, он завалился просто, поэтому эта часть выглядит больше. А так они... Да, я тоже думаю, что он даже варегат на себя не потерял. Так что ему тут самое место. Я его даже не буду на подоконник носить. Вот, ну что, здесь еще сансивери. Вот, детка, которая там, получается, у меня там. Нет, это не от нее, та вот была срезана в подъезде, а вот эта взята на свопе. Причем тогда деточка была вот такая, это был декабрьский своп, то есть, ну вот, смотри, это вот он так быстро растет. Я его ничего с ним не делала, честное слово. Ну, обалдеть, слушай, так быстро. Причем даже вот из горшка не доставала. Прикольно. Я, слушай, у меня были сансивери, но у меня так быстро не росли. Мне казалось, что они всегда одинакового размера. Ну, я, если честно, еще не совсем в курсе, от чего это зависит. Я предпочитаю вот эти вот растения, ну, не имею в виду сансиверию в целом, как класс, не трогать. Вот, поэтому они как-то живут собственной жизнью и все. Вот. В общем-то, возвращаем котика на место. Вот, скоро в тебя полезет что-нибудь другое в тебя, котик. Вот. Ну, тут что, тут все, все, что мне нужно для жизни. Опять же, лечик Леруа, 200 рублей. Вот, всем, кто это поливает из банок, из бутылок, из, как их зовут, у меня вот раньше был этот кувшин из-под барьера. Вот, все меркнет на фоне вот все-таки вещей с носиком, мне кажется. Очень удобно. Да, да, согласна. И ты, главное, не переливаешь. То есть, я любитель вот так, чтобы ливануть, чтобы вот это, как из рукавов у этой принцессы Кости, значит. А здесь ты, как бы, себя все-таки регулируешь. Ну, и вот тоже недавнее мое приобретение. Я, кстати, хотела спросить, кто успела? Это у нас упрыскиватель. Он с USB. Ого! То есть, у нас тут кнопка, и все. Вот это фонтан. Да, у него две насадки, я вообще пользуюсь только этой, потому что мне лениво, я вот так хожу. Вот. А вы не страдаете от такого? Слушай, страдает вот эта штука. Вот, помнишь, я тебе говорила, что так как это обычная фанерка, мне здесь все проклеено скотчем, вот, чтобы оно не вспухало, как тут. Я понимаю. Вот. Ну, в целом, если честно, меня это не очень сильно заботит. Главное, что оно стоит, да. И удобно было раньше, когда не было увлажнителя. Я прям любитель попрыскать, я еще из дома работаю. Ой, привет! Здравствуйте! Привет! Ты решил тоже нам помочь снять контент? Молодец! Да. Ну, в общем-то, да, была полезная штука, когда не было увлажнителя. Я прям постоянно все опрыскивала, постоянно все было в воде. Вот. Ну, и... Что ты говоришь? Тоже хочу. А, 850, по-моему, или 900 рублей на ВВ. ВВ, все, все, все с Вайлберрисом. Я смотрела, что было дорого, я решила, что как бы нет. Ну, слушай, я найду тебе ссылку, я скину, можем прикрепить к видео, если хочешь. Мне тоже надо. Да. Вот. Ну, и сейчас он в основном используется для опор, получается, для того, чтобы попрыскать в тех местах, куда должен врасти корень. Потому что, как и все люди, мне лениво поливать опору, еще, к тому же, она сейчас высокая. Ну, и, в общем-то, и подтвердители, если опрыскать. Вот. А так, прекрасная штука. Очень расслабляет, потому что не нужно работать руками. Вот. Ну, давай, да, посмотрим поближе, что у нас здесь. Так, так, так. Не отпускает. Вот. Это у нас Хоя Вайетти Триколор. Это у тебя такая опора? Да. Я делала ее из алюминиевой проволоки и обычной, не знаю, хлопковой веревочки. Такая необычная. Она прикольная тем, что она, когда новый лист выпускает, он такой розовенький. Ага. Вот. И он постепенно белеет. Вот. Есть у меня прям лист-альбинос, который вообще нормально себя чувствует. Ты вот с моей стороны поближе ко мне подойди. Вот он видно. А, белый прям вообще. Да. Да, да, да. А давно? Он не отмирает. Он с июля стоит. Я тоже в шоке. Да, вообще. Я никогда не видела Хоя, белые листы. Ну, вот так бывает. Это, кстати, Хоя с нашего первого свопа, который был на Краснокаменной. Да. Причем там была, помнишь, история, все стояли, ждали, пока кто-нибудь придет. А я уже думаю, ладно, я устала. Короче, я пошла домой. Я выхожу оттуда из подъезда. И там как раз женщина идет. У меня оказалось свой питомник вообще. Идет тоже с ведром. Я такая, ой, а что это у вас тут такое? Она такая, а вот. Вот, я такая, ой, а это можно? Ну, можно. А вот это? Ну, а чем я меняться буду? Но там уже все равно ничего нет. Вот. Не, ну, я забрала в итоге только эту Хою. Она у меня вообще была первой Хоей, получается. Ну, а это мистер Мил. Мил, кс-кс. А, ну, ладно. Тетка пришла, чужие, говорит, вещи принесла. Красавчик, красавчик. Глаза необыкновенные. Ой, ну, ты так... Я пока тут стою такая, на тебя смотрю, чувствую, как она в ноги трется. А, ну, да. Классовый кот. Чудо. Ну, настоящий хозяин квартиры пришел проверить, что это мы здесь делаем. Я не могу тебя не поглазить. Молодец вообще. Хороший. Хочешь, давай вместе снимемся. Надо будет сфоткать вас. Мужчина, вы не в ту сторону смотрите. В общем, кот смотрит на цветы, снимай. Хороший вообще, очень красивый. Ну что, дорогой, насиделся, наобнимался? Все, говорит, хватит. Нет, он очень обниматься любит. Прям вот, видишь, он голову завернул. Он сам приходит на плечо садиться, как попугай сидит. Какой еще разговорчивый. Ну, давай, кот, не в ту сторону мурчим. Микрофон в другой стороне. Завалился и лежит. Ладно. И споряжался весь. И гладится травой весь. Ты посмотри на него. У меня волос колючий, он еще чешется в нем. Прекрасавчик вообще. Глаза, ой, я слышу, как ты мурчишь. Ну, значит, все, кто посмотрит видео с котом, будут заражены мурчанием. Ладно, кот, давай попозже. Лэронный. Собидится, стопудовый. Ой, не, он не обидчивый вообще. Он очень добренький товарищ. Это прям моя радость. В общем-то, рядом с Хоей Триколор и Хоя Белла. Вот, я для нее тоже сама делала опору. И она вообще очень-очень быстрорастущая и очень странная. Она начала у меня вот так вот желтеть листья. Причем она полностью их отжелтевает и сбрасывает. Видишь, вот тут лысый побег, вот тут. И она постепенно от основного идет и сбрасывает. Причем это происходит где-то с сентября месяца. То есть она живая, с ней все в порядке. Я, получается, только неделю назад раскопала. С ней все в порядке. Я ее посадила просто в новый грунт. Сейчас пока ждем, как себя поведет. А ты что порежешь? Я ее уже порезала. Там сидят вместе с фикусом ее друганы. Вот это вот ее отдельная часть. Ну, кстати, ей, по-моему, хана. Вот это и не хана. Вот это нормально. И вот это. Да, я думаю, как бы, да. Она достаточно распространенная. Вот те, кто хотят завести хои, вот рекомендую. Потому что очень быстрая. На хои все жалуются, что они могут сидеть там полгода, ничего не проявлять. А эта прямо, она сразу пойдет. Я вот у кого не смотрела, у всех все с ними в порядке. В принципе, она... Она похожа на хою. Не, ну у нее тоже плотниковый такой лист. Она, кстати, любит попить. Надо потрогать. Надо потрогать. Да. Ой, а с виду кажется, как будто она про вообще толстенькая. Ну, вот так вот. Ну, кстати, можете ей пора уже попить, но потом. Такие мягенькие. Да. В целом, здесь у нас пеппероми. Вот про нее будет рассказ. А это кто? Это пеппероми. У нее, знаешь, такой сердечкообразный жамканный лист. Я не знаю, кто это. Мы сейчас погуглим с тобой после и подпишем. Угу. Вот. В чем суть? Это пеппероми из листочка. А, да? Листочка из листика? Да. Причем все очень интересно с той точки зрения, как я это делаю. Я уже показывала свой клош. У меня есть другая штучка. Вот эта. Как ты видишь, это закрытая система. В ней водичка, настоящий живой мох с флагмум. И вот ее сестричка, она также росла вот в этом стаканчике сама. А не родственники? Ну да, да. На самом деле я просто пришла в бутцентр и взяла два листа, которые лежали рядом с горшком. Они бы их все равно выбросили. А у меня прошло там два-три месяца, и вот, пожалуйста. Здорово. А я пыталась, но не получилось. Ну, вот видишь, вот тут тоже мои малыши идут. Да, вижу. Вот, малышок. Но это уже пиперами Россо. Вот ее взрослая версия. Класс. Она тоже есть в бутцентре, как говорится. Вот эта штука, она прикольная, мне кажется, для вот игр с детьми. Вот, то есть, чтобы взяли просто банку, вот так положили на мох, потом через месяц пришли, там, ну, через два, и вот оно так себя ведет. А что за мох у тебя там внутри? Мох с флагмумом обычный. Сама собиралась? Бабушка собирала. Не моя, кстати, бабушка, но тоже очень любимая. Просто здесь, где она там, за брусникой какой-то, там, я не знаю, за какими-то и ездила. Вот, в этом сезоне я прям целенаправленно сама поеду и буду много-много собирать, мне нужно столько тотемов сделать. Ужас. Да, это прям кошмар. Вот, кстати, открываю свой бизнес, вот. Какой? Ну, в смысле, вот, как-то собираю, я наделаю тотемов. Понятно. Вот, вы будете у меня все покупать. Окей. Да. Вот. Ну, собственно, колиусы мы с тобой уже посмотрели. Вот это вот интересная штука с той точки зрения, что я ее только-только обрезала, и как только я ее обрезала, у нее вылезла вот эта штука. Угу. Угу. У тебя когда-нибудь было так, чтобы вот они вот так размножались? А у меня ни разу. Вот. И она у меня год вот так сидела. У нас была вот такой, вот, ну, я потом покажу черенки. Молоденький листик. Да, и вот вылез он в молоденький. Я теперь не знаю, что с ним делать. По идее, нет, я хотела типа сделать куст, вот, а куда я это все посажу? Ну, и прикольно, что я вот много очень любила ее поливать, да и люблю, наверное, и она, в принципе, попить такая любит. Вот. Она вырастила мне здесь свой мох. Прям вот, ну, видно, сейчас давай я вот на свет поставлю. Там прям росточки каких-то неведомых животных, цветов растут, так живописненько. Да, как будто природный такой эффект прям, да, в горшке? Да, да, причем, ну, грунт покупной, как бы, все тоже покупное. Там чего ее резала? Слушай, ну, вот, две недели назад получается. Надо вот эту тоже оторвать. Так, как она, кстати, растет под лампой вот без естественного освещения? Шикарно, шикарно. Она вообще самая неприхотливая марантова в моей жизни. Вот, она у всех там то листья крутит, то еще что-то. У меня вообще вот с марантовыми, тьфу-тьфу-тьфу, проблем нет. Я тоже на удивление для себя отметила, что как раз таки с марантовыми у меня проблем нет. С чем угодно, кроме них. Ну, вот, да, они как бы и попить любят, то есть их не перельешь. Да и листья у них не самые тонкие, то есть вообще сложно с ними что-то сделать. Единственное, да, вот, жалко, если на нее кто-то нападет, но, опять же, на нее вроде никто не нападал. Ну, давайте тоже, вот, фу-фу, он ее не страдает. Ну, дай бог, чтобы все были здоровы, как говорится, и родственники, и растения. Вот, ну, что здесь у меня обычно карнозы, вот, карнозы с соседом. Ага, и тут у тебя подсадки? Нет, тут не подсадки, тут вот этот вот товарищ, он просто однажды на нее начал расти, и там остался, да. Вот, соответственно, я не... Ой, нет, все нормально. Хочешь, я тебе ее подарю? У меня есть. Вот, тогда не надо. Нет, ну, ты же тогда сама знаешь, что она без света, вот эти вот свои череночки, она их отсушивает, и они падают. В начале осени она у меня прям ковром сюда стелилась, вот, сейчас ей место, ну, мало света, сейчас вот будет посветлее, я ее на какую-нибудь подставку поставлю, и она обрастет. Такие вот эти вот листики крупненькие, а у меня вот все, ну, вот она на окне, но у меня все вот мелкие вот такие вот, да. А вот таких жирных не было. А у тебя она в большом объеме растет? Нет, в маленьком, очень маленьком. Ну, вот у меня где-то вот так земли, не знаю. У меня прям вот такой. А, ну, может из-за этого, у меня, видишь, как она была посажена? Сейчас, вот, я просто брала там три веточки, вот так их наматывала, и здесь у меня все в земле вообще. Я думаю, что она тоже будет крупным, вот тут большие она дает уже, в принципе. Может быть, дело в этом, что ей... Я посмотрю, как летом будет, я ее осенью укоренила, она у меня вот растет. А, ну, если осенью, ну, тогда логично, солнца мало. Может быть, летом такие жирненькие будут? Интересно. Да, по-любому. У меня она вот весной вот такая стала прям уже... Я ее стригла раз пять и размножала тоже, всем раздавала. Да, да, вполне. Причем вот она начинает свисать, ее обратно сюда, и все, и пусть куда-нибудь сюда плетется. Вот. Так, ну, с этим этажом мы, наверное, разобрались. Вот, что касается этой пипирамии простраты, всем советую, вот, какие... Кто не любит суккуленты, но любит пипирамии, похожие на суккуленты, это, в общем, единственное, что мне нравится. Ну, она реально прям шикарная. То есть, и у нее вот эти вот, этот рисуночек черепаши, прям космос. Ну, и в целом она неприхотливая. Видишь, она вот сыпется. В коричневом горшочке хорошо смотрится. Спасибо. Горшочек, кстати, из фамилии. Стоил там что-то из разряда сто рублей. Что? Что? Пора играть. Вообще ничего не боится. Кот, ты страх потерял. Смотрит такой. Ну что, увидели меня, наконец? Ой, ой, ой. Ого. Все. Ну ладно, пусть играет. Он сейчас будет из угла в угол так носиться, да? Главное, чтобы это ничего не было. Нет, он ничего не это, не собьется. Единственное, может в штору врезаться, если там цветы вот он бывает сбивает. Так, у меня вообще шикарный кот. Вот, у нас везде, где нет растений, у нас фитнес-зона, вот как ты видела. И самое главное, что я в его фитнес-зону не лезу, и он в мою цветочную тоже не лезет. У вас договоренность. Да. Ну, он каким бы активным ни был, он ни одно растение не свалил, не покусал толком. Ну, может быть, фильм однажды попытался погрызть. Ну и когда что-то новое домой приносишь, он пытается это на зуб попробовать. Ты ему говоришь, мол, ну, прости, дорогой, нельзя. Он такой, ну, нельзя, ну, я пошел тогда. И все, больше он не интересуется. Прям чудо, а не кот. И правда. Да. В общем-то, едем дальше. Дальше у нас царство папоротников. Вот, продолжение Хоевого царства. В общем, что у нас тут имеется? Ну, во-первых, это обычный папоротник, который мне дали деткой из двух листиков в октябре месяце. И в целом у него вот тут точка роста получается, вот отсюда торчит, отсюда торчит. Идеально папоротник на фитиле. Вот. Как сделан фитиль, как советуют все женщины на ютубе, которым за 40. Берешь колготку, режешь, продеваешь, соответственно. И все, ты в дамках. Колготка наша, все. Как колготка, хорошо тянет? Ой, вообще супер. Я ничего не пробовала, кроме колготки. На колготку нет у меня жалоб. У меня прям есть специальная колготка, которая режется постоянно и дорезывается. Единственное, ну, ты можешь перелить таким образом. То есть, там же ты должен поднимать этот фитиль. Я его обычно пускаю по дну. Мне всем в целом хватает. Есть люди, которые подтягивают до середины. Вот, тогда можно перелить. Но это зависит от того же, опять же, условий, в которых должно расти растение. Которых ему приятно. Здесь у меня нефролепсис, да, да, афи. Он тоже на колготке. Ну, кстати, у него уже все в порядке. Пора его пересаживать. А вон еще, смотри, детка. Какая велесть. А что не лезешь вверх? Лезь давай. Вот у меня тоже, как делать внутри, растет. Стаканчик для пикника, кстати. Ой, привет. Привет. И вот на ноябрьском свопе у меня появился вот этот товарищ. Это тоже какой-то нефролепсис, не знаю. Учерявенький, кстати. Да, курчаванный. Вот. Он вот такой вот маленькой, кошечкой растет, тоже на фитильке. Я вообще у него в порядке. Мужчина, не царапайте меня, пожалуйста. У меня тоже пока лапами встал, только типа, что ты на меня не смотришь. Да. Ну, в общем, вот он растет медленнее всех. Вот этой вот штуки я не видела, вот этой не видела. Зря жаловалась. Наверное, он сейчас это... А чухается, что будет быстренько расти. Вот. В общем, фитиль для папоротников вообще самое то. Самое все. Ну, во-первых, ты не паришься, что ему всегда есть что попить. И можно будет реже поливать. Вот. А во-вторых, они реально любят влажную почву и сами регулируют эту влажность. А вот это... Это очень редкая штучка. А что это? Это... А, дуболистный викус. Да, да. Это родственник пумил, только супер маленькими листиками. Он у нас растет в полошке из-под рикотты. Вот, собственно. Я его... Где взяла? Купила с рук на ВИТО. У нас, по-моему, на Брамса живет очень милый молодой человек, у которого очень... Александр? У него коллекция редких хой. Да, и вот, получается, есть этот фикус. Не знаю, не помню, если честно, Александр или нет. Я не видела какого-то мужчину, да, что ему там всякие... Ну, я у него вот приобрела, получается, хою Блэквир. И еще одну хою, которая в клоше стоит. Я забыла, как она зовут. Вот, я потом тебе тоже название пришлю, потом буду показывать. Сгляжу прямо вообще. Ну, он шикарен. Я видела отростки полгода назад в Питере на Авито. Я уже думала реально друзей просить мне купить и прислать. Ну, типа, знаешь, свежесрезан. Слушай, 600 рублей? Это за сколько? Вот за это. За все? Ну, он был в более маленьком стаканчике. Сейчас я его там где-то пришпилила, чтобы больше ему дала. Он не очень активно растет, но и не умирает. Я пока вот жду. Он тоже на фитиле, потому что, в принципе, фикусы спокойно на нем растут. Что большие, что маленькие. Но он пока притирается. Но он очень медленный. Видимо, капризный будет. Класс вообще. Я ни у кого не видела. Ты первый человек, у кого я это чудо вижу. Что ж, спатином. Я сама очень горжусь. Это прям, я считаю, один из самых крутых экземпляров в моей коллекции. Мне очень нравятся эти листики. Очень крутые, правда, очень красивые. И я вот мечтаю, чтобы он был вот как этот в подвесе мой, который помило. Чтобы он был везде, да, свисал. Везде у меня был маленький дубок. Да, он бы здорово совершенно вообще. Да, я его даже ни с чем в подсадку не буду вешать. Если ты, дорогой мой, будешь расти. Мы к тебе набросимся точно, потому что смотреть вырос, не вырос. А прикинь, приходишь через год, а тут ничего нет. Как год назад. У меня же все это за год наросло. Да? Да. С прошлого февраля я вот в феврале первый свой цветок взяла. Здорово. Ага. Это хоя... Хоя вообще не сильная. Куртиси. Вот, Куртиси. Это маленький неприхотливый сорт. Видишь, у него повсюду воздушные корни. Прикол этой хои в том, что она беспроблемная, все говорят. У меня она еще тоже адаптируется. Но она, по идее, да, очень быстро разрастается, хорошо цветет. И очень много-много у нее разных боковых побегов должно быть. Так что потом. Вот. Но так она красивенькая. Вот. Я сначала купила эскимо. Вот она похожа на эскимо. Ну, там, тут такие более монетообразные листья. Эскимо у меня не выжила. Эскимо еще надо посеребристие, да? Ну, там в зависимости от того, с каким уровнем сплэша она тебе попалась. У меня вот эскимо была от как раз-таки Вики, которая, прошлая хозяйка моего этого, мультрины. Но она у меня не выжила. У меня там вот был один черенок. Он сначала один лист отгнил, второй отсушил. И, в общем, ничего мне с ним сделать не удалось. В общем, на этом я решила закончить эксперименты с хоями. Но пока я еще был запал, вот взяла вот это, вот это, и все хорошо. И вот этим вот большим все хорошо. А вот той, к сожалению, не очень. Ну, ладно. Не будем вспоминать умершим. У каждого свое кладбище. Ну, здесь, опять же, стендапсус. Он везде есть, но здесь уже вот он. Он тоже попытался жить на фитиле, но он пытается жить. Вроде что-то вот у него корешки есть. Но сам он сверху выглядит так себе, если честно. Мне не нравится. Возможно, я его тоже к кому-нибудь просто воткну. Кто у тебя вон там, вдалеке? А это, это адениум. Ах ты, засранец какой ты! Чего меня кусаешь? Пытается внимания на себя. Ты посмотришь, ты какой! Они играют с тобой, да? Давай, поглажу еще, давай. Ой, какой, блин! Ну, в общем-то, а вот это интересно. Это адениум. Это каудексное растение, у которого, когда я его пересажу, будет очень такая толстая попа. И с возрастом она будет расти. Прикол адениума в том, что он в этой попе собирает влагу. Вот. И я очень удивилась, но оказывается, он тоже спокойно растет на фитиле. Хотя казалось бы, он почти суккурент. Вот, прекрати. Это потому, что ты в джинсах. Он не понимает, что это больно. Он думает, что это место для когтеточки. Я поняла. Запрыгну, так запрыгну. Простите, он обычно ведет себя более сдержанно. Он ему признал в тебе хорошего человека. Ты ему ничего не сделаешь. И решил выпендриваться. В общем, прикол адениума в том, что это цветущее растение. И есть прям целая каста людей, вот как орхофилы или орхоманы. Также есть люди, которые там любят лианы, любят фикусы. Есть вот те, которые любят адениумы. У них огромные коллекции с разными цветами этих цветов. Прошу прощения за дефтологию. И они прививочники. А у тебя прививочники? Нет, у меня обычный. В нем цветочек такого стандартного розовато-белого цвета. Но прикол в том, что адениум можно разветвить, только если ты ему срежешь голову. И то не факт. Если у него генетика не позволяет, он всегда будет расти палкой. Можешь вырезать здесь кусок, вставить его же бошку, и тогда у него будет две ветки. А можно вставить чужую бошку с чужим цветком. И тогда у тебя, если у тебя большое растение, у тебя может быть 10 цветов разного цвета. Представляешь? Это прям натуральная прививка, как ты в саду деревья прививаешь, там кружу к яблоку. А давно у тебя? Нет, недавно. Я купила его, когда выпал первый снег. Когда это у нас был. До начала декабря, до конца ноября. У нас тут все хорошо нарос, кстати. Вот эта вся часть новая. Я думаю, что я его чичикну, воткну вбок и куплю еще привой. Ну, какой-нибудь с другим цветком. Посажу его наверх, этот привой. И постепенно буду наращивать вот этого, Дед Франкенштейна, короче, из-за донема. Прикольно, здорово экспериментировать. Ну, на самом деле, сейчас он меня восхищает и, скажем так, вдохновляет. Не так, как тогда я узнала о том, что можно привить 10 оданев. Но я думаю, что это вернется. Когда купила, не знала? Нет, я когда купила, я хотела себе какое-нибудь каудексное растение и нашла на Авито за 100 рублей. Прекрати, дорогой! В общем, да, я нашла на Авито за 100 рублей, сразу за ним прискакала, а потом начала, естественно, сидеть в Ютубе, смотреть, читать, гуглить. И все, и меня затянуло. Через 5 часов я уже знала, как и где, и чем это делается, что мне для этого нужно. Начала смотреть другие оданевы, а потом подумала, Катя, зима на дворе, прекрати. Все равно придет там весна, тогда он лучше будет приживаться. Вот сейчас буду эксперимент, экспериментировать. Здорово! Слушай, ты не хочешь? Мы можем его попробовать закрыть в кухне. А то он же тебя дыну царапает. Не, нормально. Не, кстати, не сильно так. Уже в ногу хорошо впился. Кот, надо тебе что-то кинуть. Вот эту часть, и мне захватили самый, точнее, один из самых интересных экземпляров, который у меня есть. Фикус дуболистный, мы уже поняли, что это круто. А вот это, этот малышок, это тоже платицериум, опять же, вот смотри. А кто это? Какой платицериум вот этот. Родственники. Так, друзья, у меня здесь прервалась почему-то запись. Что-то пошло не так, как обычно у нас. Хочешь, как лучше, получилось, как всегда. В общем, расскажу, что помню. Катя здесь рассказывает, что этот малышок она купила у девушки, которая вырастила его из... Посеяла, в общем, посеяла, да. И вырастила сама. И на данный момент этому растению уже, представляете, три года. Три года, да. В общем-то, что у нас? Хою мы посмотрели, с хоями мы закончили. Дальше у нас фикус. Ну, это не просто фикус. Это фикус микрокарпа. В чём прикол? Я просто была в гостях, отрезала, ну, постригла, в смысле, фикус, который... Чей-то? Просто, да, по-разроссым меня попросили, постригима, полёгкая такая, конечно, но черенки мои. И вот он, вот, уже вот такой. Ого! Это корень у него такой? Нифига себе. Он тоже живёт на фитиле. Смотрите, как он сворачивается. Ну, чтобы тоже было понятно, в чём прикол микрокарпа, кто не знает, у него будет тоже каудекс, то есть он будет такой на попе. Это тот фикус, из которого бонсай сделаны. Да, это бонсайный фикус, и если у меня хватит сил и энергии, я сниму тебе видео, как я собираюсь садить его на камень. В смысле, разводить корни, между ними камень, его на лесочку. Короче, это вот, гуглите, кто бонсеистов. Смотрели, это пепперомироса. Пепперомия. Вот. Есть у нас, скажем, ещё один фикус. Это деть моего фикуса Бенджамина. Он тоже растёт на фитильке. Слушай, я первый раз вижу, что фикусы на фитиле. Всё, что угодно. На самом деле, судя по моим данным, наблюдениям и исследованиям, как говорится, может расти на фитиле. Главное, подобрать правильный грунт. То есть, если он очень многоёмкий, а растение любит сухость, то оно будет заболачиваться. А что это за грунт? Это всегда авторский микс универсальной земли. Также перлита, вермикулита, диатомита и каких-нибудь ещё разных штук. Вот, корешок, видно, сбоку тоже красивый. Да, беленький. В целом, фикусы, они достаточно благолюбивы. То есть, они любят попить, но они любят, чтобы грунт был сильно сырой. Поэтому я просто сверху насыпала диатомита, он отводит лишнюю влагу, и ему вроде да. А что, так можно было? Да. Вот. Рядом с фикусом у нас бабушкина история. Очень красивая. А это кто? Это бальзамин. Он же Ванька Мокрый. Совершенно неприхотливое растение. Тоже растёт на фитиле. Ой, слушайте, а все на фитиле, да? Да. Ну, всё, что вы видите в этих стаканчиках, оно всё на фитиле. Эти стаканчики специально были куплены на Венберсе для этого. А он же цветущий, Ванька. Да. Он цветёт такими приятненькими розовенькими листочками. Он у меня уже процвёл, причём не черенок, да? Или где-то в октябре он процвёл уже в середине декабря. Вот. А теперь я его постоянно режу. Он прекрасно нарастает. А реже, чтобы он кустился? Да, он не кустится. Иногда вот он даёт один, иногда вот как здесь два. И, ну, так же размножаю. Хочу, чтобы у меня был он пышный, чтобы можно было его почаще резать, почаще с кем-то меняться. Ну, в общем, всё для этого. Понятно, понятно. Ну, в общем, просто. Вот, выходит. То есть, мне вот надо водички подлить, то он не должен, оказывается. Ну, вот это потом. Так. Ну, это терапегия Буда была. По-моему, у тебя тоже есть. Была. У тебя обычная, да? Да, я не вижу. Да, у меня обычная. У меня не варигатный. В принципе. У меня с ней прям война. Я бы сказала. Вот это сейчас она хорошо растёт, на самом деле. Я приобрела её прошлой весной. Тоже кустиком вот таких вот две или три плечи. И оно у меня росло в более большом горшке. И прям пустилось, прям свисало. Прям у меня вот отсюда было плеть до земли. Наступила осень, и что-то сломалось. Я её то ли переела, то ли что. Она начала всё чахнуть. Я её пересаживала раз пять. В итоге я её всё поочеренковала, спихнула сюда, вот здесь даже видно. Я прижимала этой, знаешь, пластмасской от хлеба. Я тоже так делаю. Да. И вот она наконец-то хотя бы не капризничает, хотя бы растёт. Вот. Причём тут очень тоже такой грунт странный. То есть в нём обычный универсальный грунт, в нём песок речной. Причём мне как бы советовали наоборот его не трогать, ему он слишком много влаги впитывает. Это у меня вот, видишь, сверху весь песок он даже. И вроде нормально. Вот. Растёт в криле. Вот. Баночка хендмейт, авторские видения. Из-под, как его, икры имитаций. Значит. Если у вас вообще нет красивых кашпо, но есть очень большое желание приобрести, то берёте просто этот джут обычный. Да, да, да. Делаете петельки прям руками, не обязательно крючок иметь. И, соответственно, на горячий клей. А, на горячий клей по-сому. Да, да. Хорошо держится, да? Конечно. Главное, конечно, лишний раз там ничего не дёргать. Но тут как бы это растение, ты его особенно не подёргаешь вроде. Вот. Собственно, с этой булочкой мы закончили. Так, куда мне перемещаться? Наверное, я уже дальше буду показывать, поднимать. Ну, собственно, вот это мы уже видели. Ага. Это мы пока оставим. Вот это мой красавчик. Красавчик. К вопросу о фитильных жителях. Тоже заметить на фитиле. Это антуриум. Вот у него как раз свежий листичек. На самом деле, все аэроидные, и спатифилум, кстати, и антуриум, они прекрасно тоже живут на фитиле. Они любят воду, любят влажный грунт. Если вы заливаете свой спатифилум, и не можете с ним подружиться, и ему ещё нет полутора лет, вы можете спокойно пересадить его вот в такой горшок для орхидей. Вот. Также использовать колготу. И он у вас будет пить столько, сколько ему самому надо. А что за грунт? Обычный, тоже грунт, как его зовут, универсальный. Внизу даже есть перамзитик. В нём перлит, в нём диатонит. Ну и там я, бывает, минеральное недобрение подсыпаю. Вот. У меня, кстати, тут есть пробитие. Вот, деточка. Ну-ка. А-а-а, я вижу. Я вижу, я вижу. Вот она сбоку. Скоро будет ещё один. Слушай, а я не знала, что он так размножается. Я тоже. Не, обычно идут вот прямо отсюда новые розетки. Ну да, ну так оно длинуло. Вот ему так захотелось. Вот. Опять же, это вопрос равномерно увлажнённого грунта, мне кажется, что он на фитиле сидит, и ему вольмотно. Он лезет куда хочет. Прикольно, да, вообще. Вот зелёненькая пипочка, правильная, хорошо видно. Да. В общем-то. Офигеть. И, наверное, я либо вот этот товарищ, я либо вот в тот горшок посажу от старого спатифилума, либо в такой же, и пусть он растёт на фитиле, потому что на фитиле растения при хорошем свете, они быстрее разбиваются. У них постоянно есть в доступе фактически все три стихии, ну то есть грунт, вода и свет. Вот. И они сами регулируют, что им надо. Поэтому тоже, если хотите ускорить рост растения, это лучше уже. Но нужно, чтобы было тепло. Потому что я зимой столкнулась с большим количеством плесени в корешках. Вот всё, что у меня засыпано диатомитом, это как раз от плесени, чтобы отводить душу. А, я и смотрю, да, что насыпала. Ну это красиво, конечно, ещё. Понятно. Вот. Ну и да, иногда я там пропрыскиваю или просто прокапываю прямо из своей бутылки, из перекища водорода. Но в целом, когда я посыпала диатомит, и, по-моему, я ещё на некоторых посыпала Гром-2. Я тоже им пользуюсь. То всё стало вдруг хорошо. Вот. В общем-то, это у нас кандидат либо на СВО, это тоже фикус микрокарпов, либо, если хочешь, могу тебе подарить. Да, он же, так, небольшой растёт. Я просто сразу представляю, у меня фикус, и, знаешь, представление, что это всё, он выстрелит мне из дома. Ну вот будешь монтировать, как раз прикрепи фотографию, как они растут, как они, допустим, в том числе будут. Нет, они небольшие. Кстати, да, в Бауте стоят из них бонсай, да. Да, это прям очень не любят. Что дальше? Дальше у нас очень интересное, но не очень приглядное в моих условиях растение. Так, это кто? Так, сейчас, секунду. Такой спрут. Ты знаешь, что это? Ой, господи, сейчас так я на скидку не вспомню. Я бы... Альбука? Да. Угадала. Это Альбука спиралевая. Она должна быть полностью спиралевизная, да? Вот, у меня есть одна спираль. Она одна. Да, она одна. Но это растение южных окон, конечно же. У меня здесь северо-восточные. И ей, конечно, не очень хорошо. Она у меня полностью спрасывала листья после того, как я ее приобрела. Она луковичная? Да, она луковичная. Вот, посмотри, здесь луковка. Да, ой, такая нифига себе. Прям реально. Причем она постепенно взрывается вниз. Это я ее раскопала при пересадке просто. И видишь, она делится. То есть вот она скоро ее разорвет. И вот эти вот все отдельные чешуйки тоже можно использовать для размножения. Как у тюльпанов, типа, да? Да. Ну, в общем-то, что касается этого растения, нам, походу, тоже придется с ним прощаться, потому что я не могу обеспечить ему достаточную освещенность, чтобы он прямо вот стоял. Слушай, она цветет? Да, насколько я знаю, да, видела цветение. А, подожди, в смысле стоял? Она должна стоять? Она должна вот так стоять, причем сама. Вот. И вот эти вот все. Я тебе потом найду фотографию, какой она была, когда я ее приобрела. Она прям стояла. Различная должна вас все стоять. Она была завитая. Вот. Ну, не рассчитала я с освещением. Понятно, понятно. Поэтому она у меня просто раскидывается по сторонам, периодически отсушивает все. Но она, если этот лист сбросит, она так же быстро восстанавливается. Другое дело, что на визуально это неприятно. Понятно, я поняла. Я вживую никогда не видела. У меня есть альбуха? Нет. У меня таких вот изощренных растений как-то не встречалось, мне кажется. Да, значит, словно. У меня есть детка ее. У нас у тебя южное окно. Вот она к тебе и поедет. Ой, спасибо. Вообще, мы прям, короче, сегодня это... Да. Так что не только ты с подохранением. Вот. Ну, наверное, это сюда ставим, чтобы не забыть, что у нас будет дальше. Так, прости, прогая. Дальше, дальше у нас пидевантус. Ага. Я вообще, когда я его приобрела, совершенно ничего о нем не знала. Мне кажется, это... Это декоративно-лиственное? Да, это декоративно-лиственное, суккулентное, причем растение. А, серьезно? Ага, да. Листика куфикуса, да. Да. В общем, в чем прикол пидевантуса? Он растет забором, и, наверное, где-то в африканских странах, как и молочай, он используется в качестве запоров от воров. Потому что его, если сломать, из него такой же белый сок пойдет, который будет ядовит. Вот. Ну, не настолько ядовит, естественно. Любое растение, какое бы оно ни было ядовитое, дефенбахи, молочаи, вот эти самые товарищи, они, если долго растут там разными поколениями дома, то они теряют свою ядовительность. Вот, но есть просто несколько разных сортов, и обычно распространен пиделантус вот с такими листями, большими. Есть варигатная версия, прям белая, а этот прям и мелкий оказался, и еще и варигатный. Мне все нравится в целом. Понятно. Размножается тоже просто, вот от него просто отрезается, простите, извините, он палит недавно. Отрезается верхушка, ставится в воду, оно бросает корешки, я его втыкаю вот сюда, потихоньку, ряд наращиваю. Он высокий будет, да, большой? Ну да, он может быть вот такой, и изначально он ко мне попал вот такой веточкой, и вот я с этой веточки постепенно подсаживаю, подсаживаю. Вот такой. Прикольный. Я никогда вживую пиделантус не видела, вот где-то у кого-то видела, а вот в реальности никогда не видела. И в магазинах, кстати, не видела. Ну, это у нас детка Пегоний. Будущая Кейн, да? А? Будущая Кейн? Я не знаю, кстати, я в них не разбираюсь. Вот там у мамы большая её висит, точнее сидит. Мы сейчас ещё посмотрим. Как раз погадаешь. Вот это у нас лимон. Это цитрус. Помнишь, тебе Арина показывала вот свой большой? Это его часть. А, в смысле, черенок? Да, это черенок. А что, их черенковать можно? Да. Да всё, что угодно можно черенковать, по-моему. Я только что об этом узнала. Что размножится из черенка. Вот. Если это не лимковичное. Ну, он тоже живёт у меня, естественно, на фитиле. Всё у него хорошо. И он прям пахнет, если его потрогать. Чем-то пахнет. Не пойму, чем-то таким, да. Чуть-чуть-чуть лимончика у меня есть. Ой, вот отсюда прям хорошо прям понюхать. Ой, вообще. А что, все пахнут? А, я вот тоже не знала. Она мне когда отдала, она тоже сказала, у меня всегда пахнет. Так, окей. Мне даже в голову не приходило попробовать что-то такое с ним сделать. Ну, в общем, найдёте цитрус в блу-центре, пожамкайте листы, точнее, как не жамкайте, даже и пахнет. Ну, и там клош, клош мы уже видели. Я не вижу смысла его особенно показывать, если честно. Здесь у меня детский сад. Ну, здесь уже огородная история. На Балтийском рынке в магазине Семён за 15 рублей я купила салат Орфей. Салат Орфей? Да. Ну, кстати, прикольно выглядит. Выглядит странно. Не до укропа, точнее, не до салат, переукроп. Ну, вот в том-то и дело, что... Это, наверное, микрозелень? Нет. Нет? Это обычный вот салат. Я спросила просто там у девушки, вот что продавала. Ну, как, где девушке, там, в районе 60 лет. Вот. Что лучше вырастить на подоконнике? Вот. Бери вкусный салатик. Я такая, давай. А что он такой тоненький? Ну, ты его пикировать надо, по идее, как бы, он тогда ещё будет живым. Я сейчас показала, что как будто это укроп. Он был посажен рядом с укропом, но укроп не взошёл. Я прям чётко помню, что я их ещё даже подписала. Так что это точно салат Орфей, но почему, во славу, не знаю кому. Вот. В целом, он выглядит достаточно эстетично. Пока что мне этого достаточно. На вкус он, кстати, тоже ничего. Тоже пробовала, да? Ну, я отщипнулась этот вкус очень. А у него, он должен быть большой какой-то там, жирненький. Ну, понятно, что он не будет как обычный салат, это я поняла. Кстати, жёстче уже стал. Видимо, он, это, перерос в свою микрозеленную стадию. Ну, ничего, короче, подождём, что там дальше будет. Если прям совсем всё будет плохо, то распикирую. А так пока пусть стоит. Понятно. Короче, это эксперимент. Ну, и царь в моей коллекции огородничества. А, базилик. Да, это сиреневенький базилик. Ты готовишь с ним? Да, я очень люблю зелень. Я вот лук выращиваю, ты видела. Мне жаль её покупать, потому что там ты за три пера платишь сколько там? 60-70 рублей. Ты это один раз поел, а потом всю жизнь страдаешь. Я вообще с удивлением для себя год назад открыла. То, что, оказывается, покупной базилик можно просто посадить себе. Я его пересадила вот так же вот в такую. Но я не знала, что можно его на фитиль ставить. Я тогда ещё им не увлекалась. Ну, и, в общем-то, у меня спокойно рос, пока его благополучие не засушили, когда я уехала в отпуск. Это моя гордость, мой стеллаж. У меня самые лучшие друзья на земле, которые сделали мне прекрасный подарок. Я никогда в жизни не составляла лишь листы, но в этом году я начала и сразу не прогадала. А именно, ребята просто скинулись мне на стеллаж, который мне хотелось. А, специально. Для того, чтобы вот эта вот красотка, эта монстра-дельцовоза, она потом росла в потолок. И у меня весь этот угол был её. Понятно, план. Да. Ну, и, естественно, свет. Но мне также купили вот светильник. Он ещё не до конца апгрейден, потому что, оказывается, светильники с Вайлдбереса, они все вот на этих штуках вниз смотрят и не могут их поднять. Да. Вот. Ну, и, естественно, лампа, лампа. Вот. Вот. Всё достаточно. Это лампа мини-фермер. Как я тут недавно услышала, Татьяна Безверх, это известный дизайнер интерьера у меня в своём YouTube-канал. Не знаю. Вот. Сейчас у всех в интерьере тягут гантизм. Это такой биг стиль. Вот у меня биг стиль, биг лампа. Вот. В общем-то, что она у нас освещает? Освещает она у нас фикус Бенджамина, в котором в подсадке находится солиролия. Она же гелксила. Очень красивая. Она же чудо-трава. В общем, в чём суть? У фикуса вниз корни идут, у солиролии они поверхностные. Они друг друга не забивают. И это очень-очень неперехотливая травка, которая прям размножается путём переброса в соседний горшок. Единственное, она у меня была вот вся такой шапочкой, и её часто выращивают отдельно, чтобы была такой меховой кружочкой. Вот. Но я начала её размножать, опять же, к весеннему слуху. Понятно. И я её, по-моему, как это, сварила. Вот. Поэтому ни шапки, ни размножения пока не произошло. Но тут ещё есть из чего стричь. Ну да, стригануть она ещё пышненькая будет. Вот. Вот так поставим. Вот. Это то, что я тебе всегда обещала. Это вот кинамка, которая... Да, которая мама. Ну, я её разделила вообще ещё там на... А, у тебя же там ещё мозаика. Да, и она живёт с мозаикой. Мозаика выглядит, конечно, не очень. Но это потому, что я её не очень любила. Честно. Вот. Когда любишь растения, оно выглядит очень. Да, кстати. Вот. От мозаики у меня изначально было два листа. Вот этот вот, она очень любит, кстати, вот эти дырки сушить. Ты не знаешь, почему так происходит? И вот тут вот это второй её лист. Правда, не знаю. После чего у меня даже был один успешный. Это он уже здесь вырос, кстати. И вот тут ростики новые пошли. Так что всё с ней будет в порядке. Я совершенно недавно пересадила на фитиль. И если мы говорим о том, какие минусы есть у фитиля, то это однозначно то, что корни растения любят прорастать в него. Вот. В рост, да? На самом деле, ну вот, посмотри. Прямо тут видно, сколько их, этих корней. На самом деле, ему горшка ещё достаточно. Можно, в принципе, и так оставить. Но не хотелось бы, чтобы корни были в воде. Они могут отгнить. Вот. Поэтому я обычно как делаю. Я раз в месяц, в полтора, вытаскиваю цветок из горшка, подбираю корни, клавю на новую подушку, и он в том же горшке растёт. Я не вижу смысла ему давать больше, он и так охренел. Ну, слушай, вот такая хорошая она прям. Ну да. Правда, я тут тоже подозрение, что на ней кто-то селится. Вот. Но я ещё не до конца поняла. Я давно помыла её зелёным мулом, пропрыскала, как её называют, светоспорином. Вот. Ну, и вроде как она даёт вот новый листик. Угу. Вот я думаю, если на ней кто-то будет селиться, ты однозначно это поймёшь. Ну да. Их, как всем известно, любит клейщик. Вот. У меня вроде, ну, не такая жара, чтобы он сильно разгулялся. Вот. Но всё-таки, так как она уже была им поедена когда-то, вот, у неё шанс заболеть повторно выше, чем у всех здоровых. Да, да. Кстати, да, если растение болело, да, то вероятность заболеть снова. Ну, это не значит, что ему нужно выкидывать. Значит, что нужно работать над его иммунитетом. Вот. Лечить, лечить. Да, его подкармливать. Вот. Для этого и нужны подкормки. Если у вас все здоровы, можно не подкармливать, пока не заболеет. Ну, это у меня монстера, вот с таким корнищем. Ой, какие корни уже, божечки мои. Да, это мне прям повезло. Удача. Очень дёшево, случайно, как говорится. Ну, я думаю, надеется, что... Что-то, блин. Угу. Вот. Я не знаю, верхушечный ли это черенок, будет ли он дальше варригадным. Но, если честно, я брала её в сумме с несколькими растениями. Вот поэтому мне сделали на неё скидку. И, ну, в целом, что вырастет, то вырастет. Варригадность очень хорошая. У меня любовь именно больше к масштабу, нежели чем к пестроте. А. Поэтому я к альбам не так трепетно отношусь, как большинство мотников. Вот. Но будет приятно, если она вырастет. Я её тоже посажу на опору, тоже буду смотреть, что с ней дальше делать. Вот. Мне больше нравится её старший брат. Серьёзно? Или сестра. Конечно. Мне кажется, знаешь, мне кажется, это... Прямо... Посмотри на масштаб. Просто. Где я? Где мой хвост? И какие это листья? И причём это маленькие листья. Да. Как это они будут большие? Небольшой, а резная, прям резная. Ну, я думаю, что она у меня просто досталась из черенка, который был не внизу. Вот. Поэтому такая история. У неё уже корней вот этих вот вагон... Да, корни они любят. Простите. Да. И, ну, естественно, не могу не продемонстрировать опору собственного изготовления. Сетка для крытов, сфагнум и какая-то бутылочка. Внутри у неё обычный вот такой вот диаметром пластиковая труба для канализации из Боу-центра. Да, я понимаю. Ну, кстати, не очень такая штука. Я бы использовала, наверное, в следующий раз бамбуковую палку. Вот. Они не гниют. И нет вот этой истории, что... Сейчас объясню. Вообще опоры эти как? Они первоначально для чего? Чтобы растение получало питание, в том числе и из мха и влагу. Вот. Соответственно, для этого опоры что? Поливают. Вот. Когда у тебя внутри пластиковая сквозная труба, если ты её поливаешь, всё, лежит вот сразу сюда, а не сюда. Вот. Соответственно, вот эту штуку приходится именно опрыскивать, а не проливать. У меня вот здесь вот по бокам дырки, а не внизу. У меня внизу колпачок там завёрнут. Вот. Но всё равно, если это не тёплая вода, то она стекает, как кое-что по трубам. Вот. И всё. Поэтому так себе штука. Ну, обычно сюда стакан ставят, ещё что-нибудь. И у меня такой стакан зарос просто чем-то зелёным. Ну, я, видимо, дырочки маленькие делала или что-нибудь в этом духе. Ну, в общем, я не поняла, не подружилась. Вот. Зато я постоянно прыскаю. Я вообще очень любитель попрыскать. Я работаю из дома. У меня релакс. Я с гарнитурой на 5 метров могу ходить туда-сюда. Я разговариваю с человеком и иду с пульверизатором. Вот. Поэтому в целом что-то проросло. Вот. То есть вот тут корень залез, тут корни залезли. Кстати, тоже вопрос. Здесь это был первый корешок воздушный, который она дала. Я его обломала. Ну, я его любила. Я не специально, да. Но обломала. И что вы думаете? У нас этого корня пустил два корня. Один закуклил, второй внутри. Так что... Мои тоже расстроились, расстроились. Да. Так что если вы обломали корень, не рано переживать. В принципе, меньше от этого следующий лист не стал. Я очень думала, что это повлияет на рост, что она затормозится. Ничего подобного. Планируешь из нее огромную. Конично, конично. У меня мечта это вот, чтобы весь этот угол был в монстере. Вот. Ну, я хочу обратить внимание на вообще ее основание. Там видно у тебя, не видно? Ты видишь, откуда она растет? А, ну, из-за порожести? Да. Я сначала думала, что мне показалось. Думала, что на камере, наверное, обман зрения. Нет. А как ты это сделала? Ты просто ее воткнула и... У меня изначально как было? У меня было три вот таких листа. Но они были целые. Это я обрезала, потому что в Ютубе увидела, что так делают. Не нужно так делать. Ну, как бы, они почернеют в большинстве своем. У меня было три листа. Я их посадила вокруг опоры. Поставила на подоконник. И начала поливать опору. Я подумала, что эти бубки, они вылезут отсюда, а потом будут врастать в опору. Но я типа заранее ее сделала, потому что все равно нужно будет. А случилось, как случилось. Она, короче, проросла внутри. И однажды у меня оттуда вылез лист просто. Ну, первый листик маленький, он прям обломался. Но из него сразу полез второй, третий, короче. И дальше вот так. В общем, это неделимая история теперь. Я вот буквально на днях пересаживала из старшего горшка вот в этот поширше. Ну, он тоже, видишь, тот крутой, как для спатифилума. Вот. Я попыталась раскопать вторые листы. Один мне вытащить удалось. Он сейчас там стоит тоже. Но из него так, получается, за год ничего я не полезла. Хотя корневая у него хорошая. Есть лист, который отвалился. И, походу, из него растет вся эта мастера. Я его отделить не смогла. Он там до сих пор в земле. Я вот все боюсь, что я мало, наверное, фитоспорина использовала. Он там может сейчас все загнить. Котя, Мурчина, не надо, пожалуйста. Я просто вижу, как это у Оли так тихо. Это он виноват, да. Это не я. Ну, и, в общем-то, что? В общем-то, сейчас я сказала, что он беспроблемный. Начнет кушать фикус. Ты вот спрашивала, что за бегония. Вот это вот ее мать, отец. Не знаю. Я в Сурдин тоже не всегда в бегониях. Эта бегония мне досталась тоже на свопе. Вот как раз в зеленом доме. Причем там принесли ее большую такую. И мы с тремя девчонками ее расчичикали. Прям вот как маньяки. Типа, тащите ножницы, давайте быстрее. Вот. Потому что прекрасно дает корни. Тоже стоит на фтиле, естественно. Ну, и тут я вот вторую ее уже, вот этот срез ее подсадила. Прикол этой бегонии в том, что я ее вот тут срезала. И она не просто начала ветвиться. Она пустила новые побеги здесь. Да, здорово. Обычно сверху все дают. Да, тут везде. Я прям в таком шоке. Она такая интересная. Да, листья, кстати, очень красивые. Да, листья прям вообще волшебные. Прям ломба. Мне кажется, я к бегониям неравнодушна последнее время. И почему-то я думаю, что это кейн какая-нибудь. Может быть. Слушай, я не знаю. Я вот могу тебе тот листик отдать на пробу. Вообще, бегонии, насколько я знаю, размножаются из листа. Но в то же самое время я корни пустила вот из этого. У меня просто были обломанные листья. Поэтому я не знаю, есть ли там почка. Я из листа прям выращиваю. А, и как она идет? Со стволиком? Да, у меня там три детки. О, круто. Значит, все не зря. Значит, меня дезориентировали. А то знаешь, типа, как с этими... С размножением фикуса листом. Было бы, и тогда бы он два года сидел вот так вот и ждал. Но у меня бегония, вот видишь, они же разные. Вот если это какая-то, может быть, другая, которая так не размножается, фик его знают же. Не знаю. У тебя не дезориентировали. Может быть, все правы это так. На самом деле для меня это не очень принципиально. Я, видите, листы, как бы для того, чтобы эксперимент был, посадила. Если из них что-то пойдет, хорошо. Я там все равно там отдам или продам. У меня с августа сидит. А? У меня с августа сидит. А? А. Получается, только где так было. Ой, это долго ждать. Спасибо, что предупредила. Это пусть тогда. Тогда ладно, тогда ты еще поживешь. Ладно, едем дальше. Дальше у нас еще одна монстера на опоре. И тоже на фитиле. Да, и тоже на фитиле. Все, что можно пересадить на фитиль, я пересадила на фитиль. Растет оно прекрасно, как вы видите. Вот такой вот жирный коренечко у нас тут есть. Да, это корень. Офигеть. Вот. Ну и это монстера, манки обычная. Я не знаю, в чем различие между манки и аденсона. Я тоже. В общем, мы с подругой его тоже гадаем. Она тут в три кустика получается. Ага. Прекрасно растет. Нет, сначала у нее все листья вот такого размера были. Мне когда подружка подарила черенки, все было круто. Со временем она стала их мельчить. Я подумала, что это из-за опоры. Я посадила ее на опору, но в нее еще ничего не проросло. Цвет. Может быть, ну вот сейчас переедет. У меня возле окна огромные листья росли. Как только убрала от окна, мелочь мелочью. Вот бы таких прямо. Ну, она у меня там вообще на полке, где ихмея стояла раньше. Возможно, дело с ней. Это ты мне прямую выращиваешь? А ты мне не хочешь? Да. Мне кажется, ну, точнее, не кажется. Я читала, опять же, что они, если ползут вверх, листья становятся больше. Да и куда мне ее тут ампельную одевать? У меня от других ампельных дофига. Вон хое всякие там и так далее. И она хотя бы может ползти, и они не очень. Вот, так что пусть пока так будет. Ну, в любом случае она беспроблемная вообще. В целом сидит себе и сидит, есть не просит. Это банан. А, серьезно? Да, у тебя не было банана никого? Ну, я такая сказала, как будто он у меня был. Вот, у меня тут тоже первый банан. Причем это даже не мой банан. Это банан того самого человека, который... А? Он там один или нет? Нет, он там не один. Там дети есть, да? У него есть один деть. Вот. Ой, из него даже второй листик полез. Какая прелесть. Я еще не видела. В общем-то, это банан не на фитиле, если что. Банан любит пересушку. У него просто из него истекла вода, и ему так норм. Это уже проверенная история. А в чем суть? Это банан как раз-таки того самого человека, у которого склонность к гигантизму. Понятно. Нет, я сама подарила ему банан. Вот. И это память о почившем его банане. В общем, реинкарнация. Ну, говорят, пересаживал и что-то там обжег корни или что-нибудь в этом духе. Ну, в общем, там классическая история из разряда из маленького горшка в ведро. С сразу применением всех октар на земле. Понятно. Ну, не суть. Суть больше в другом. К сожалению, там, где этот банан жил, очень-очень мало свет. Прям настолько мало, что прям из окна ничего не происходит. Максимум это там искусственное освещение от обычной лампы. И он у меня, получается... Ну, не у меня, там. С начала мая месяца сидел в темноте. И вот всё, что вот до сюда, он нарастил за это время. Ко мне он переехал 15 или 20 декабря. А теперь посмотри, что он нарастил за это время. Вот. Влияние света на растения. Вот вам размер максимальной листа в темноте. Вот. Вот. Причём, какие у них расстояния-то тупые. То есть, нижним листьям нет света. И вот как он разросся, разошёлся за, считай, вот два месяца. Вот. И ещё деть вырастил причём. У него вообще не было корней. Мы его пересадили, соответственно. Он сразу корень сюда пустил ещё один. Я его также накрыла, посадила. Он, наверное, сейчас снова его сюда пустит. Появились сразу дети, появилась жажда жизни. В общем-то, самое... Ну, на мой взгляд, главное в растении – это вообще, да, наличие света. Да, да. Потому что какой бы крутой грунт ни был, как бы ты аккуратно не поливал, ты можешь его просто не убить, если там не заливаешь. А вот чтобы он развивался, нужен прям свет. Зор, а что ты будешь делать с ним, когда он вырастет большой? Я надеюсь, что он всё-таки даст плоды. Вот. Это ботанический банан. Вот. По идее, он должен что-то вкусное быть. Вот. Что я с ним буду делать? Он не вырастет до потолка и бананов не вырастет. Он не вырастет до потолка. Нет. Это стандартный банан. Я не скажу сейчас тоже сорт. Вот. Я тебе потом напишу, ты выпустишь здесь. Вот. Он давай ставит вот так. То есть он будет вот такой. Ну, сейчас. Будет вот такой и вот максимум вот такой. Вот. В целом он займет, наверное, где-нибудь вот так вот мне всё здесь. Вот. И всё. И надеюсь, что не мне. Надеюсь, что мы всё-таки с его хозяином договоримся по поводу досветки у него. Он поедет домой. Потому что нам его тоже очень любят. В целом, также, ну, у него же будет куча детей. Я вот думаю, что я буду промышлять тем, что я ращу детей. Вот. А, понятно. А взрослая что-нибудь куда-нибудь скидывать. Вот. У меня такой интерес. Вот. За бананом у меня хамедреи. Хамедреи из нашего ботанического сада калининградского замечательного. Да, да. Ну, вот она вот была куплена вот этим вот одним ростком. Вот. И у меня с ней нет дружбы. Вот. У неё всегда было два или три листа. Она вот третий выкручивает, второй отсушивает. Сначала... Тайная локадия? Я думаю, что дело вот в чём. Изначально он у меня сидел в огородном грунте ботанического сада. Я его, наверное, месяца четыре не пересаживала из того, в чём купила изначально. Там грунт был очень плотный, корням было некуда дышать. И плюс я ещё прочитала, что нужно постоянно её в воде держать. Типа любят, как цепирус, болотцы. Вот. Он не умирал. Ну, вот как вот здесь, вот видишь, листья подсушивали. Постепенно они отсыхали, и он отламывался. Вот. Потом я его пересадила в этот горшочек. Ну, что ты думаешь? Он тоже пустил корень вниз. Всё, у него было хорошо. Появился четвёртый лист. Да. Но тут фитнес мистера Котти вышел из-под контроля. Он его снес. Она упала и обломала ближний лист. Вот. Я такая, блин, да что ж, такая судьба у тебя такая, видимо. Тяжёлая. Да. В общем-то, потом наступила осень. У меня исчезло везде место. А он такой очень непонятный товарищ, сколько ему света надо. Да и в принципе, он же такой как бы инвалид. Я его не очень сильно любила. Вот. Я его поставила, ну, не в тёмный угол, но, короче, там, где света меньше всего. Вот. И он у меня выдал вот этот лист. Ну, он стоял с октября месяца просто с таймя. Он не раскрывался. Вот сейчас, вот, 16 января мне привезли лампу, он раскрылся. Но вот этот начал сушить. Ну, я так понимаю, он обрастёт весной. Но это прям долго-долго. Видимо, очень светолюбивая. Да. И тут он ещё, видимо, решил дать что-то вроде детя. Вот это я не знаю, что. Да, оно торчит. Вот. Оно торчит уже недели две, ничего с ним не происходит. Будем надеяться, конечно, что это размноженец. Если честно, я пока не поняла. Хочу ли я с ним проводить следующий сезон. Возможно, я его просто тоже унесу на суббок или продам. В принципе, растение это здоровое. Вот. Но непонятное. Вообще, если, да, вы покупаете фамидарею, берите её уже кустом. В несколько стволиков. Да. Потому что вот этот вот лысый бзюнь, не знаю. Нет, ну слушай, она не так прям плохо выглядит. Мне кажется, ты её всё-таки недооцениваешь. О, так я не говорю, что плохо. У меня вообще не может быть плохо. Я же идеальна. Такие пятнышки красненькие. Не понятно, что это такое. Это вот со временем происходит, и это, мне кажется, либо перелив, либо вот она так именно просто отсушивает, избавляется от лишнего. Если раньше у неё не было возможности, ну, получается, прокармливать новый лист, поэтому нужно было старый, то, возможно, здесь похожая история, потому что она была в темноте и там на автомате решила копить. Можно. Вот. Так что тут нужно смотреть только в динамике. Ну, и в ней тоже вот сидит кусочек церапегии, прям не двигается месяца три. Ну, сидит. Ну, и ладно. Может, он там уже укоренился, как пойдёт потом до сих пор? Нет, он по-любому укоренился, потому что эти листики он давал уже посаженным сюда, вот, ну, может, потом пойдёт, может, нет. Они, по идее, оба не очень влаголюбивы, вот, очень светолюбивы, возможно, они друг с другом подружатся. Подружатся, да. Вот, посмотрим. Так. Всё, включила. Ну, готово. Да. Ну, нижний ярус. Растения на нём меньше освещаются, но они в целом всё равно любимы. Это у нас фикус, эластика, который не розовый, который бейлис. Бейлис, да. Вот. Или бейлис, не знаю. В общем-то, это подарок моей подруге. У неё было три палки от померанца Савита, вот, которые благополучно перешли мне в наследство. Эти палки дали корни, а некоторые, кстати, не дали. Я прям так воткнула, и вроде что-то растут. Такой он интересный у тебя. Да. В принципе, с ним рядом сидит плющец. Вот. Он вообще не двигается уже месяца два, наверное, или три. Ой, слушай, он очень долго укореняется. Ну, укореняется он-то нормально. Он корней-то дал. Да и ров. Он с другим плющецом растёт нормально. Вот, видимо, может, ему тут не очень нравится. Ну, в целом, это его проблемы. Тут выживет, не выживет уже. Вот. Это, естественно, опять же, скандаксус пиктус, который у нас везде. По чуть-чуть. Это у нас гибискус. Цвёл? Нет. Я из тех людей, которые на самом деле не очень любят цветущие растения. Так, а почему завела гибискус? А мне его просто подарили вот тот самый мой больной период подъездов, бабушек и так далее. Понятно. Я приехала к знакомой, у неё своя теплица. Она мне, значит, в таком грязном пивном стакане, значит, принесла с этой землёй жирной, короче, прямо с грядки. Вот. Нет, я его полюбила. И я где-то тоже на ютубе увидела, что его нужно стричь. Я его стригу исправно. Вот. Ага, он у тебя боковушечки вот даёт. Вот, он у меня даёт даже вот такие толстые корни. То есть, вот эта вот бубка, это корень. Он уже перерос этот горшок. Вот это? Да, вот это. Потрогай. Ой, где ты? Он уже там всё перерос. Вот. Он у меня будет таким бонсайным. Вот. Да, у него растёт. Я его тоже использую на размножение. Я уже детей 20 его раздала или даже продала в некоторых случаях. Цвести он, скорее всего, будет обычным красным. Там, в таком месте взяла, где, ну, вряд ли там что-то такое эдакое. Но я на нём познала всю радость вот утолщения ствола. Вот посмотри, какой он просто вообще. То есть, само растение небольшое, зато ствол уже практически свой палец. Вот. Ну да, не хилый, не дохлый, а толстенький такой. Да. И в целом мне это кажется очень красивым. Ещё мне очень нравится его свойство, что ты его где не обрежь, он всё равно обрастёт. Я была в больнице как-то, естественно, там куча всякого. В том числе был такой лысеющий гибискус, который пол такой стены занимал. Вот. И я прям плакала перед борщицей. Ну, постригите вы его, ну, пожалуйста. Вот. А они там уже, знаешь, на палке из-под швабры пластиковые его привязали. Кошмар какой. Крямками, ещё какой-то штук. Ужас. Ужас. Короче, несите массу знания о том, что гибискус можно и нужно стричь. Если он у вас лысый, постригите его. Через два месяца вы его не узнаете. Да. Вот. Он как фикус. Да, да, это какой-то русский. Не нужно ждать, пока с него всё упадёт и будет там три пера. Вот. Или там, что он обломался случайно. Всё с ним будет в порядке. Игнатием. Игнатием? Ну, это Игнатий. Вот. У меня есть... Вот узнаешь ты, что это такое? Не узнаешь? Так. Судя по шишке, это... Как же это, которые жёсткие? На нас похоже это... Это цикос. Цикос, точно. Цикос, да. Серьёзно цикос? Да. Это серьёзный цикос. О чём? О чём? Мы сейчас вот покажем, что бывает с цикосом, которому не хватает света. Ага. Вот. Чтобы вы понимали, цикос – это растение, которое хорошо будет расти где-нибудь в Краснодаре. Не у нас. У нас очень часто вот в бау-центрах, в Леруа, я встречаю вот эти вот шикарные шишки вот со всеми этими ветками. И эти ветки у вас вот падут и пожелтеют, потому что ему не будет хватать света. Он будет выпускать вот такие вот деформированные. И этот цикос тоже моего, собственно, товарища, у которого в доме нету света. Ай-яй-яй. Опять же, человеку очень понравилось. Человек потратил деньги, но, к сожалению, многие выбирают цветы, не готовясь к тому, как они их будут у себя адаптировать и содержать. И это неплохо. Это просто отсутствие опыта. И, конечно, когда я узнала о том, что существует вот такая проблема, я, естественно, сказала, типа, давай сюда, мы попытаемся хотя бы что-нибудь бы сделать. Вот. И что ты думаешь? Вот эти вот два листа он мне дал после двух лет в темноте без листов вообще. Вот. А вот это не отвалившееся? Это не отвалившееся. То есть оно недоразвитое просто. Ага. Вот. А вот это вот уже домашний лист. Видишь, он поменьше. В целом, я надеюсь, что, может, он вдруг и станет такие же давать. Но, опять же, у меня северо-восточные окна. Ему нужны прям южные-южные. Но он не обделил меня удивлением. Во-первых, у него есть дети. Видишь, вот это ребёнок. Ага, это ребёнок. И вот это ребёнок. Ничего себе. И вот это у него ребёнок. То есть он живёт. Всё с ним в порядке. Ну, слушай, значит, ему хорошо, норм. Ну, в целом, да. Но своя декоративность вот его, вот эта раскидистая, она потеряна, мне кажется. То есть он будет таким, в принципе, всегда. А то потрогай лист какой. Ой, нифига себе, он прям колючий. Да. Он такой жёсткий-жёсткий. В общем-то, если хочется экзотики и попытаться быть бубном, то в целом цикл достаточно прост. Вот его главное не переливать и шишку эту не заглублять. Вот. А что касается детей, их можно отделять через год после того, как они появились. Или там твёрт полугода. А почему? А почему через год? Ну, типа, сил он убирает. У него своя шишка появляется. Ну, и также фикус очень-очень медленно развивается. То есть в таком шишечном состоянии, в маленьком, он проведёт несколько лет. Прежде чем он станет такой шишкой, должно пройти там минимум 10, по-моему, или 7. Вот. Он супер медленный. Я вот была в отпуске в Царском селе. Ну, там же этот Екатерининский дворец и парк очень большой с Камероновой галереей, возле которой как раз высажены прям цикосы вёдрах в землю. Они там космического размера. Там шишка размером с горшок. Вот. Они по размаху получаются. Они у них там в местных оранжереях стоят, видимо, зимой. Там лист вот такой. Можно включить. Здесь у нас детский сад. Это стеллаж из БУ-центра. Стоил он, по-моему, полторы тысячи рублей. Весьма бюджетный. Я считаю... Бюджетный, когда... Да. У него здесь лампа из светофора. 250 рублей. Это вот всё вот это вот. То, что первое я для цветов купила, как говорится. Первая лопатка, первый стеллаж. Всё. Это выглядит так, как выглядит. Только потому, что я иногда не понимала, как это может быть круто. Я думала, что здесь реально будет что-то расти. И в итоге вот эти вот розовые лампы, они всё-таки не показывают себя хорошо именно на уже взрослых растениях. А вот черенки под ними прекрасно размножаются. Обычная пищевая фольга, наклеенная пластами. Ну и, собственно, что? Вот спрашивала, какая у меня была маранта. Вот какая она была. И это всё с одного черенка. Вот. Здесь у меня та самая выкопанная монстера. Вот. Что-то от неё осталось. Здесь детки-мамки. Вот. Тоже стендапсы. Вот на этого товарища у неё большие вообще надежды. Это Фил Краснеющий. Так. Да. Я его тоже черенком со слуба принесла. Мы там тоже расчичикали. Я бы тебе свой большой бы привезла. Да? Нет. У меня... Ты хочешь большой? Это вот такие вот комплексные посадки. Я хочу сделать вот золотистый эпипремниум. Он будет свисать, поставить тотем. К нему подсадить... Как его зовут? Это не Биркин? Да, Биркин. Да, вот Биркин. Вот. И подсадить гитаровидный фил вместе с этим филом. Чтобы они... Они вот оба такие вверх идут, получается же, плетутся. И вот они будут переплетаться с филом. Фил с филом. Вот. А эти внизу жить. Биркин, он же кустится. Он будет занимать среднюю часть. А эта свисает, будет вниз уходить. Так. А это кто у нас? А, золотистый. А, золотистый эпипремниум. Угу. Вот он план ураган. Вот. Вот это эпипремниум Джой. Ага. А, красавчик. Да, да, да. Со свопа, кстати, у меня. Вообще шикарно. Рада, что у тебя растёт. А я с этим козлом не могу подружиться в работу. Правда. Я уже... Я столько танцев с бубном ни с одним растением не делала. Серьёзно? Честно. У меня он постоянно то листья отчерняет, сбрасывает. Да ладно. То он заливается. То корни сбросит. И я, в общем, мне его в таком вот обычном стаканчике приносили. Он был такой прям красивый. Я дождалась, пока у него половина листьев там рёт. Из двух черенков снова вырастила ещё, соответственно. На фитиле, я думала, вот как раз пересадила на фитиле. Фитиль ему не зашёл. Это единственное, где он был почему-то лишним. Мне кажется, он просто меня ненавидит. Вот. И он просто не растёт, потому что растение само по себе даже не вид капризный, а именно конкретно вот этот вот товарищ капризный. Ну и, в общем, да, последнее, что мы с ним сделали, это вот я вот расчеренковала вот то, что у меня осталось. Посадила пока сюда. Пусть она наращивает корни. И в этом году мы пройдём второй круг. Понятно. Вот. Ну, мне кажется, что бывает, когда руки не из плеч, а именно вот, ну, растению. Не то, что что-то не нравится, а вот природа жить не хочет. Да, кстати, бывает такое. То есть он всё время силится под охлаждением. Вот. Здесь у меня варёныши. Когда-то это были целлероли. Это тут кусочек тоже этого. Это гибискус. Кстати, его нормально. Он вообще выживанец. В целом, теплички очень хороши, но они хорошо себя показывают с марта месяца. Ну, это тоже небольшая тепличечка. Здесь у меня, не знаю, сейчас раскопаю, не раскопаю. Кто у тебя там живёт? О, тут даже что-то есть. Нет, ничего нет пока. Это кто? Это сметанковое дерево. Это что? Это если вы интересуетесь всякими изысками, типа дрэгонфрута, короче, отличий, годжи, вот эти вот все фигни, которые продаются в этих дорогих винных магазинах. В общем, это сметанковое дерево, это такой плод коричневого цвета, с такими чешуйками. Он сам по себе суперкрасивый, а внутри он прям сливочный, как мороженое. Очень красиво, очень вкусно. Надо сказать, что если у вас праздник, не пожалеете полторы тысячи. Зайдите, реально, это не один фуфун стоит полторы. Это мы взяли там две или три там, грубо говоря, ягод личи, плюс ещё дрэгонфрут, плюс вот эту вот штуку. А, ещё фихуа мы брали. Вот это вот всё нам обошлось в полторы тысячи, зато был очень такой интересный ужин. Вот, плюс ещё и в личи, и в этом самом сметанковом дереве хорошие всхожести, по идее, вот семена. Единственное, мне кажется, всё-таки эти были переморожены, потому что я уже месяц жду. Вот, но может ещё взойдёт что-то. Понятно. Покажешь нам потом, что вырастет. Ну, если я обязательно покажу. Ну, этого фила мы уже видели. Тут царь, царь. Вот, 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 вот. Ой, мамочки. Так, давай, мамочки. Вообще, это масштаб. Это роскошь. Это мой буа, наверное, в будущем. Это то, что пойдёт по стене, наверное, даже если за ним не уследить. Это обычный плющ, который растёт у вас на заборе. Вот, когда у меня только появилось желание заводить растение, я очень неожиданно для себя узнала, что его можно просто отрезать. Вот, я чуть ли не зубами его отгрызла в соседнем дворе, со стены. Вот. И он нормально так вообще задок принялся. Это ему год? Да, ему год. Вот. А, молодец. Я его ещё наматывала. Обалдеть. Я здесь использовала порох. Вот. А тут ещё внутри есть вот варегатный. Не как у тебя, у тебя, по-моему, в центре белое, да? Так, слушайте, честно не помню. Ну, в общем, этот я взяла на одиннадцатом форту. Там в этих, знаешь, катках на улице росли. Уже был ноябрь, я понимала, что они их не убирают. Вот. И я прямо зубами отгрызла. Надо в сумочке носить с собой ножнички. У меня есть розовый секатор. В сумочку? Да, в сумочку. Он всегда был со мной где-то до июля или августа. Потом я решила, что уже не сезон. Его вытащила. И каждый раз думаю, ну, не сезон. Вот. А потом прихожу с какой-нибудь фигнёй, которую выламывала. Вот и вся любовь, как говорится. Да. Вообще, он раньше стоял вот там вот под прожектором. Кстати, да, по поводу прожектора. Это обычный прожектор из светофора. Вот. Посмотрите, как светло. А ты их можешь туда перевести. Вот. Как без него и как с ним. Вот. Просто он неудачно направлен. Тебе бы его подвесить? Ну, вот да. Если бы подвесить, от него бы толку было больше. Но то вот здесь самое кошерное, козырное место в доме. Здесь шикарно всё развивается. И, кстати, плющ стоял раньше здесь. Мне кажется, он на этой полке был просто королём. Да. Опять же, вопрос, господа, свет. Свет. Почему важен свет для растений? Вот хотите вот такую вороду за год? Вот. Теперь наш плющ подвинется. Это фикус малый, обычный, обычный фикус. У него в подсадке тоже чуть-чуть есть вот пумилы. Ну, если честно, ей не очень хорошо там. Почему? Ну, он стоял раньше в месте, где не очень хорошо со светом было как раз. Сейчас, ну, что-то там принимается, возможно. Да, это просто бамбуковая палочка. Я использую её в качестве опоры. Ага, и чтобы ровненький был, да? Ну, да, да. Ну, просто вот эти фикусы, они ветвятся, если ты снесёшь им голову. Вот. Но они могут укореняться только черенками, не из которых адреснивел. Таким образом, у меня древесная часть только здесь, а резануть бы я хотела вот тут. Угу. Поэтому нужно подождать, пока вот эта часть адреснивеет, и тогда можно будет уже его разветвлять. Поэтому мы ждём, а без этой палки он ровно расти не будет. Ну, да, да. Ну, вот. Да как диффенбахи, а лучше привязать к палке, чтобы было ровно. Ну, мне, кстати, ровно расти. Ну, хотя я тоже, я недолго с ними возилась. У меня был умиранец Савита, как говорится. Вот, я его спасла, расчеренковала и сразу отдала. А чё? Ну, не нравятся мне диффенбахи, не нравятся мне Аганевы. Алаказии мне, кстати, не нравятся. Ну, точнее как, они не нравятся. Неожиданно. Но я, короче, как это сказать. Ну, вот прикол диффенбахи и алаказии я вообще не понимаю. То есть, меня они визуально не впечатляют. Диффенбахи ещё и плюс ядовитые. А у меня всё-таки понти. Ну, да. В целом, не то, чтобы сильно за него переживала, я скорее так себя отмазываю. Что касается вот алаказий, они немного дают листов, как я понимаю. Ну, я тоже много всякого посмотрела по ним. О, смотри, пришёл главный инвестор цветы. Проверять пришёл. В общем-то, они немного дают листов с ними, очень много мороки. У меня столько желания нет. Я люблю, когда вот так вот посадил и поехала. Вот он идеальный кандидат вообще. Да, да, вообще. Ну, и всё. Ну, и, наверное, последнее из таких самых крутых чувачков у меня, это, точнее, крутые чувачки, это мой сингониум матлет. Ага, а снизу кто-то ещё, да? Это обычные синги. Не знаю их название. Ну, пикте какой-нибудь. У матлета очень интересный лист. Да, обожаю его. Он прям красавчик. Единственное, вот у меня вот эта вот самая длинная плеть, она взяла и бас, и зазеленила. Ага. Зато посмотри, какой размер. Какой был лист. Вот. Ему дали света чуть-чуть. И вот какой стал лист. Вот моя ладонь. Да, обалдеть, какой огромный. Вот моя ладонь. Ну, сейчас посмотрим, какой вот этот вылезет. Ну, вроде тут что-то есть, по-моему. Да, варригатный будет. Варригатный. Ну, и, кстати, всем рекомендую, если вы не можете запустить растение, оно от природы тянется, но вы не хотите ставить его на тотем, купите ему опору для клубники. Угу. Кстати, вот очень хорошо на них также растут замиокулькасы. Если у вашего замиокулькаса, ну, развалилась вот эта вот листовая часть, это происходит от перелива и от отсутствия света. Причем от отсутствия света в любом случае. То есть это теневыносливое растение, но не стопроцентно. Вот. Поставьте ему такую опору и поставьте его на свет. И он снова примет нужную форму. Потом ее можно будет снимать. Да, хорошая штука. Ее, кстати, не видно. Ну, да, да. Поначалу, конечно, если там небольшой куст, то это такое себе. Но зато вот эти вот... Обычно у всех они вот так свисают, тоже какой-то непонятной бородой. А у меня все аккуратненько. Вот. В принципе, дальше у нас всякая мелочь, типа традисканции. И... Что еще есть? Есть вот... Пепелея пепемиролинная. И вот это вот та самая Хоя Блэк Квинн, о которой я говорила. Она вот тоже тут прищипана. Не могу пока понять, растет она или нет. Скорее всего, она просто тоже с придурью. Пусть стоит, короче. Да, мне не мешают. Спридурью. Вот. Ну и зависть для всех цветоводов. У меня есть подруга, у которой я купила себе целый рейвен, и у которой я выцеганил лист. Вот этот лист, да, вот этот вот росточек. Ждем следующих, а надеюсь, я его не залью. Огонь. Я очень люблю заливать. Вообще с углента это не мое. Это алоэ. Просто алоэ. Тут ничего такого необычного. Ой, какой красивенький. Единственное, что необычный, у меня этот алоэ цветет. Серьезно? Да. Я вот его приобрела. Такую палку выдает, да? Ну вот такую палку выдал. Офигеть. И вот с таким вот оранжевым, ярко-оранжевым цветоносом. Я тебе найду фотки, вот прикрепишь. Ок. Вот. Так что да, алоэ цветет. Я даже не знала. Я всегда была уверена, что они просто декоративные. Ну, а там дальше уже толстяночка, и никого не видишь. Куча прям, да? Это традискансы разные совершенно. Есть вот сиреневенькая. Есть нанук, мой цветный нанук, который я, кстати, сломала только что. Ну и ладно. Ну, тут чуть-чуть ещё от неё есть, ничего страшного. Она справится. Есть белорозовая какая-то продискация. Я, короче, в них не очень сильно разбираюсь. Растёт и растёт. Цвета немного, вот. Поэтому она такая разрозненная. Тут у меня вообще растение мечты. Тут огород. Я пришла первым делом такая, ух ты, лук. И тут меня обычно что-нибудь висит. Вообще, вот эти штуки я придумала для того, чтобы, когда вырастут, повесить папоротник. Очень хочу здесь такой живой, в этот, как его, ну, живые шторки. А там кто? Это у нас репсалис. Вот это, это эпифилум. Да-да-да, что-то такое. Короче, это плесной кактус. Он, ну, как будто уже не особо не растёт, но есть не просит. Вот он там стоит в пластиковом стаканчике. А сам пластиковый стаканчик стоит в сфере с одним очень интересным ингредиентом. В мечте любой хозяйки. Это что? Угадаешь, что это? Это циолит. А, серьёзно? Вот. Но есть нюанс. Это не просто циолит. Это циолит из наполнителя. А, толча. Для кошачьих лотков. Барсик стандарт. Понятно. Барсик стандарт. Очищенный барсик. Ты специальный его, да? Да, я прям заказала на ВВХ. Хочу попробовать. Реально, вот добавляла к фикусам, никто не помер. Пока не могу сказать. О динамике много. Попробовала в октябре. Понятно. Для того, чтобы стоять и впитывать лишнее от суккулентов, опять же, он идеальный. Понятно. Тут тоже жильцы. Я тут периодически меняю. Это Агланема. Ну, я тебе говорила, что я не очень по ним. Ну, вот оно, что-то новый лист крутит, не выпендривается. Но ко мне случайно попало. Тоже, естественно, на фитиле. Как бы тут мы ничего нового не делаем. Вот это радисканцы. Просто тут тоже все такие разные. Тоже кучка, да? Да. Белые, полосатые, зебрино. А это Биркин. Вот. Я от этого Биркина, вот того большого отчекрыжила. Вот в чём суть. Он уже дал детей. Да? Видите? Вот. Видишь? Он тут зелёненький? Вот этот? Вот этот деть и вот этот деть. Ага, второго не вижу, но вижу, какая-то штучка есть, не пойму, что это. А, вот так всё вижу, да. Вот. Ну, и он тоже стоит на фитиле. Опять же, вот всем рекомендация. Хотите не париться над растениями, ставьте на фитиль. Ну, я в последнее время небольшой любитель готовить, вот, поэтому им тут в целом неплохо. Когда что-то на плите делаю, я их просто отставляю туда, к луку им. А летом на балконе выращиваешь, да? Да, да. Я причём делала здесь полки, ещё как мне подружка делала. А потом летом это всё туда понесёшь? Я думаю, что просто летом я нанесу нового. Там всё на кого ездить. Понятно, понятно. Понятно, что там немного. Ну, я смотрю, у тебя там точно должны быть растюхи, но, видимо, зимой... У меня тут есть растюха. А, даже что-то есть? Это сын моего... А, нифига себе. Он растёт. Всё с ним норм. У него тоже будет опора. Отличный. Ну, и, в общем-то, даже есть тоже такой... Слушай, и так холодно, и он всё равно растёт. Не делает, да. Но он же уличный, я живу с улицы, я его адаптировала. Понятно, понятно. А, ну, остальное, это пока... Барсик плюс. Ну, это стандарт. А, стандарт? Да, барсик стандарт. Жесть. Друзья, спасибо, что досмотрели видео до конца. Полюбуйтесь ещё раз на Катины зелёные домашние джунгли. Надеюсь, вам было интересно сходить в гости. Пишите комментарии. Напоминаю, что только хорошие комментарии. Вот. И, конечно же, зовите меня в гости. Я буду рада прийти к вам. Спасибо всем, кто досмотрел видео до конца. Всем пока. Пишите комментарии. Пишите комментарии. До свидания. Ты моя луна, луна Ты в чёрном платье такая красивая луна Ориентир потерян, час ночной Где-то между небом и землёй Мы танцуем на волнах По пути, блатнув, аперитив, подожди Все глаза на нас, мы как Хейли Джейби Думай не сейчас, просто стайся любви Лети по летним облакам Ты моя луна, луна Я не верю глазам, ты моя любовь Слева, но не я Ты в чёрном платье такая красивая Не уходи, ночь без тебя Более без волна Ты моя луна, луна